Псы, которыми мне нужно заняться, а да, все нормально, он быстро пошел пешком, это было для того, чтобы разрешить ее довольно серьезную любовную болезнь, даже если это было немного, он уже знал, куда она пойдет дальше, если бы он ждал ее там, она бы в конце концов появилась, холодные ветры весны проносились мимо растительности леса, Ким Сэ Джин, герой Орг был занят прятанием за кустом, ожидая, что кто-то появится, SFX для шагов, подождав около 30 минут, он услышал шаги, Орг повернул голову в направлении звуков, это была, как он и думал, Ким Юрин, эта женщина, которая сказала, что слишком устала и закончила двухчасовую тренировку только через 30 минут, приехала сюда на поле монстра, которая сделала бы ее более уставшей, Иоэм, Юрин подошла к подножию высоких стен деревни Орков, начала оглядываться по этому пути и тому подобное, и затем, приняв решение, она осторожно собрала ману на ноги, пынк, используя мгновенное горение, она взлетела в небо и легко перепрыгнула через стену, а он планировал показать ей свое лицо, но теперь он впал в небольшую панику, он уверен, что, черт возьми, не ожидал, что она будет такой активной, фактически вторгаясь в спальные комнаты мужчины, Пока он вышел из кустов, а затем решил подождать ее на подходящем расстоянии от стены, так как она скоро выйдет из деревни, и вот, еще 20 минут прошли, он почувствовал поток маны за стеной и сразу же, мимо него взлетела фигура человека Ким Юрин тихо приземлилась на заросшие сорняки на земле, ха-ха, казалось, что она подтвердила отсутствие орка героя внутри, она сильно вздохнула, плача, прежде чем опустила голову и начала ходить, SFX для звука шелеста ветра В то же время пробивались весенние ветры, идя по потокам воздуха, запах ностальгического прошлого, глубоко запечатленного в ее сердце, щекотал ее нос Ким Юрин поспешно подняла голову, и вот как она наконец увидела орка, с которым так отчаянно хотелось встретиться, ах, ее обычно большие и четкие глаза стали вдвое больше, она прекратила все движения, как кадр из приостановленного видео В этот момент она даже не выдыхала, орк на этот раз проигнорировал ее и поплелся к стенам Извините, извините Полагая, что орк прошел бы мимо нее, если бы она ничего не сделала, Юрин поспешно схватила его за руку Ах, тебе удалось выбраться живым Ее лицо было красным, как у молодой девушки, обе руки собрались перед ее грудью, она осторожно начала разговаривать с орком Теперь, когда она смотрела на него, она чувствовала, как сильно ее сердце бьется Они были сердцебиением эмоций, которые она едва могла сдержать Однако орк ничего не сказал Нет, он просто смотрел на нее Хэм, я могу услышать твой голос еще раз Говорят, что нуждающийся человек более отчаянный Человек, нуждающийся в этом, была явно Ким Юрин Хотя она была очень серьезна в своей просьбе, ее действия только заставили Сэджина внутренне сжаться Не осознавая этого, углы его рта дергались Я умоляю тебя Ах, я ничего не имела в виду Просто я хотела бы выразить благодарность за то время Полностью не зная о том, что думал Сэджин Юрин была очень серьезной со своей просьбой Хотя никто не мог понять, как передача ее благодарности и его высказывания имели какое-либо отношение друг к другу Уходи Это первое, что сказал орк По его холодным словам, тело Ким Юрина вздрогнуло Она уже этого ожидала, но теперь, когда она столкнулась с отказом, ей все еще больно Однако, несмотря на то, что ее руки тряслись, как листья, ей удалось вытащить предмет из ее расширившегося кармана Это был еще один расширяющийся карман Это в знак моей благодарности Не нужно Орк прямо отвернулся и попытался пройти мимо нее Он думал, что она должна сдаться, если это так Но потом она стала более настойчивой, чем он рассчитывал Она мощно схватила руку орка, которая была размером с ее голову, и насильно поместила его туда Я больше не буду тебя беспокоить Внутри ты найдешь много зелий Пожалуйста, выпей их, когда получишь ранение Тогда я уйду сейчас Ее голос дрожал Она опустила голову и повернулась, чтобы уйти И теперь ее сердце разорвалось на миллионы кусочков Получив равнодушное отношение орка И появление ее спины, слабо уходящей, выглядело таким жалким и одиноким Переполняющей уверенности в прошлом Ким Юрин нигде не было видно Вот почему орк издал большой вздох, а затем позвал ее стоять К счастью, она была хорошим слушателем Он медленно подошел к остановленной женщине и отстегнул наручную защиту, сделанную из корунда, от своего запястья Принять На первый взгляд это выглядело слишком большим Но у него был атрибут под названием автонастройка, который бы подстраивал его размер к ней Орк протянул ей наручную защиту Но она его не взяла Только это, ее взгляд продолжал смотреть вниз, кусая губы Он подумал, не слишком ли она сильно пострадала Хотя это было его намерение начать Но теперь, когда он был здесь, он немного ошарашен Просто почему, черт возьми, эта 28-летняя девица действует как девочка-подросток, впервые влюбленная Возьми Думайте, как награда за ваши дары Он заговорил, а затем поднял подбородок, чтобы она могла смотреть ему в глаза В такой ситуации она казалась такой уязвимой, с влажными глазами, что делало ее довольно красивой В тот момент сознание орка стало туманным, и другие мысли почти заняли верх Но, к счастью, эффекты либидоограничивающего зелья все еще работали со своей магией Бери, как и раньше, он взял ее за руку и насильно засунул защитник запястья Затем он обернулся, чтобы уйти «Прости меня!» «Мы встретимся снова?» От его спины ветер передавал ему кроткий и обнадеживающий голос «Нет, больше не приходи сюда!» Но орк ответил холодным, безразличным тоном Несмотря на это, она долго стояла, цепляясь за его спину глазами, крепко сжимая простую, но жесткую защиту запястья «Черт побери!» Человек, одетый в халат, сердито хлопнул по столу Мебель, выполненная из мрамора, разделилась на две части под одним ударом кулаком Как наш портал может внезапно разрушиться? Разгневанный вампир Леди Батари ненавидела тратить время Кроме того, слух о том, что ей становится скучно по телевидению начал распространяться и вчера Другими словами, не было так много времени, прежде чем ее резкое ругательство начнется всерьез Мы также не Может быть, волшебное заклинание Лича под влиянием Красной Луны было смешано с нашим Или, возможно, третья сторона мешала Этот сукин сын Что случилось с искусственным сердцем? Разгневанный вампир Искусственное сердце, для создания которого потребовались кровавые слезы и пот Было поистине сокровищем, созданным руками вампиров Мало того, что он ценен сам по себе Не было никаких сомнений в том, что он станет решающим средством в открытии своего портала Это был предмет, который они не могли позволить себе потерять или позволить кому-то ограбить их В настоящее время мы ищем способы найти его, сэр Мы подозреваем, что один из рыцарей, попавших в ловушку там, может обладать им Пока мы пытаемся отследить энергию, исходящую от сердца Но, фу Апостол Берин гневно массировал свои виски И что еще хуже, кристалл, катящийся по земле, медленно окрашивался в красный цвет Это был знак, что леди Батари призывает его Глава 82 поздно ночью Чтобы экспериментировать с искусственным сердцем Ким Сэ Джин направилась в подземный учебный центр под главным зданием общества Мастер гильдии Однако его сердце почти выпрыгнуло, когда он услышал голос, который не должен был быть здесь в первую очередь Быстро толкнув сердце в карман, он обернулся, пытаясь выглядеть как можно более незакрепленным Кхм Мистер Джуджихек Вы еще не вернулись домой? О, да, каким-то образом У этого места хорошая обстановка, так что, ну, я забыл про течение времени Тренируясь и заснул немного здесь Джуджихек указал на комнату для сна и смущенно почесал затылок Да неужели? Но разве рассвет не знаменит своей прекрасной тренировочной средой? Да, но это место даже не сравнится с этим местом Я имею в виду, есть три куклы Афаны здесь в этом учебном заведении Каждая с различными эффектами В конце концов, даже если я тренируюсь здесь без остановки в течение 12 часов подряд Я чувствую себя менее усталым, чем когда я тренируюсь в рассвете менее 6 Сэджин недоверчиво кивнул головой Наконец он смог понять, почему все его члены общества, даже включая Ким Юрин, которая не была Предпочли использовать это место вместо своих собственных рыцарских орденов И благодаря этой истории, которая циркулировала на страницах чатов в рассвете Разворачивается хаос с людьми, желающими совершить поездку по этому месту Ха-ха-ха Джуджихек издал гордый смех Ах, ха-ха Так оно и есть Правильно Ну, тогда я должен идти прямо сейчас Позаботьтесь о себе, мастер гильдии Прежде чем он это узнал, члены общества и сотрудники изменили то, как они обращались к нему От председателя общества до мастера гильдии Это не значит, что монстр был одобрен как гильдия Нет, вместо этого, благодаря многочисленным препятствиям Его общество было отвергнуто сразу после того, как он даже не смог войти в верхние рейтинги В прошлогодние оценки Но члены и сотрудники продолжали называть его учителем гильдии Вероятно, из чувства принадлежности или даже гордости за работу в этом месте О, да, хорошо Берегите себя Честно говоря, Сэджину тоже понравился этот новый термин Сделаю Джуджихек Увидев, что Джуджихек ушел, Сэджин снова вытащил искусственное сердце из своего внутреннего кармана Появление сердца размером с его ладонь, все еще бьющаяся с перерывами, оставалось довольно величественным Даже сейчас Есть ли что-то, что я могу сделать с внешним видом этой вещи? Даже если бы было много способов использовать эту вещь Если она выглядела такой жуткой, использование ее публично не могло быть речи Если я уменьшу общий объем, возможно, я смогу покрыть его недостаток, превратив его в аксессуар, как ожерелье или кольцо Пока он решил об этом не беспокоиться и влил свою ману в искусственное сердце В этой вещи было записано 23 волшебных заклинания, и тот, который он хотел попробовать здесь, был Сначала начнем с изолирующего барьера Как только он пробормотал с земли под ногами, черная разноцветная волна распространилась по кругу и полностью окрасила весь объект обучения в черные А-а-а, он издал небольшое восклицание Если бы он использовал маны камни в качестве базовых ингредиентов в этом пространстве, тогда он мог бы принести много разных эффектов Точно так же, как это было тогда в этой пещере Например, этот жуткий холод или невозможность использования маны и т.д. хм. Это очень хорошо Когда он извлек всю ману из сердца, барьер мгновенно исчез Далее Пришло время попробовать заклинание атаки Начнем с того, что точка света, заклинание чертовой куклы, пронзило его сердце Некоторые говорили, что хорошие вещи могут выходить из плохих ситуаций Это определенно применительно к делу Южной Кореи, поскольку Красная Луна оказалась для них удачным событием Причина смешения монстров была из-за потрясений Земли Во время этой Красной Луны бесчисленные монстры пытались напасть на города, только чтобы вбежать в оборонительный кордон, и быстро их убили Это привело к тому, что поле монстров опустело, что, в свою очередь, дало правительству возможность снова разделить районы в соответствии с рангом монстра Конечно, благодаря Красной Луне, работа по разделению поля монстр была выполнена быстро Оборудование для разделения уровней монстров, представленное для оценки компанией монстр, связанной с защитой, называемой тем, появилось довольно внезапно Оказалось, обладает гораздо лучшей производительностью, чем уже существующие машины Таким образом, правительство должным образом заключило контракт этой новой компании Предыдущая компания, ответственная за установку и управление существующей инфраструктуры, попыталась сопротивляться изменениям, используя множество грязных тактик Но за этой тем появился гигант, называемый корпорацией «Рассвет», поэтому все дело было легко разрешено в конце Рыцари нашли поражение от компании, которая продолжала существовать исключительно из-за коррупции и вымогательства из этого инцидента, замечательного мероприятия, достойного празднования Итак, спустя некоторое время после окончания Красной Луны, поле монстров, наконец, открылось Это место обитания орка-героя Будьте осторожны, чтобы не раздражать орков Возможно, последствия будут ужасными, если оркам будет нанесен определенный вред Хаем Выезжая в деревню героя-орка, расположенную на углу охотничьего угодья среднего уровня во время его охоты, Сэджин обнаружил эту вывеску спереди Он коротко задался вопросом, выполнило ли это правительство, но после беглого осмотра он нашел аккуратно вписанную эмблему военного ордена сзади, которая дала ему некоторые подсказки относительно того, кто здесь положил это Она действительно предана, не так ли? Сэджин медленно покачал головой Он слышал, что Юрин все еще приходила два-три раза в неделю даже сейчас SFX для агрессивного лая собаки Это было тогда Он услышал пронзительный лай со спины Не слишком много думая об этом, он обернулся, чтобы понять, что к чему Чудовище уставилось на него Гигантское двуногое существо типа дикой собаки Все его тело покрыто черноватым металлом, так называемый железный гноул SFX для еще одного агрессивного лая собаки Гноул продолжал выплевывать свою слюну, как взрывающийся водопад, и готов был атаковать, но Сэджин просто взглянул на это существо, прежде чем выпустить ману из его руки Эта мана шумно вибрировала, поднимаясь на ладонь, прежде чем превратиться в маленький, но очень острый синий кинжал Уровень владения телом маны поднялся довольно высоко, что позволило ему формировать такое стрелковое оружие только с помощью маны Хотя его твердость и плотность упали ниже, чем у высококачественных металлов, но все же, для такого оружия были применения То, что разыгралось дальше, было точно так же, как записано в его инстинктах Или это было его умение? Он схватил этот кинжал, а затем бросил его в монстра Лезвие покинуло его руку и нарисовало голубую траекторию, прежде чем ударить существо по лбу SFX для вздох Еще один агрессивный лай собаки, но короче Если бы это был обычный человек, такая рана оказалась бы фатальной, но тело гнолла было довольно выносливым Слишком плохо, эффект кинжала еще не закончился Страдая от яростного гнева, гнолл пытался извлечь кинжал, вонзив его в лоб Но в этот момент существо коснулось кинжала, оно вернулось к бесформенной мане и проникло в открытую рану Итак, мана, которая вошла в голову гнолла, последовала за волей Сэджина и стала горячим огнем Кек Монстр не мог даже выкрикнуть в гневе, прежде чем упал мертвым с его полностью сожженными до хрустящей корочки внутренностями Это был один из методов, придуманных Сэджином для использования телом маны Хотя этот ход можно рассматривать как атаку с одним ударом, это не значит, что он мог использовать это против каждого монстра Во-первых, у монстров верхнего среднего уровня была так называемая кожа маны Как и у большинства рыцарей это означало, что их кожа и мышцы были густо насыщены маной С его нынешним уровнем мастерства он не мог даже надеяться пробить такую плоть вообще Что касается средних ярусов, то это все еще оставалось довольно неэффективным методом, сродни дешевому трюку, который будет работать только на монстров, таких как этот железный гнолл, у которого были только жесткий внешний вид, но слабые внутренности После окончания этой скучной охоты Сэджин проверил, сколько маны осталось в нем Почти половина из них исчезла Как и ожидалось, затраты маны были слишком велики Он должен был просто убить его мечом или чем-то еще Эй, это уже охотничья группа, состоящая из трех человек, поспешно прибыла на место происшествия Казалось, они некоторое время гонялись за этим гноллом Что здесь случилось? Это была компания двух мужчин и одной женщины Они смущенно посмотрели на железного гнолла, который на короткое время растянулся на земле Это было понятно, поскольку они не могли видеть никаких очевидных внешних ранений на этом манстере В конце концов, они подняли головы с выражением полного поражения Они пытались заманить этого монстра в их тщательно выложенную ловушку в течение последних трех часов Другими словами, этот монстр был полнотой их ежедневной квоты на охоту И мы, тем не менее, женщина-охотник с наихудшим выражением из всех Выпустила небольшое восклицание удивления, открыв человека, смотрящего на них из-за трупа гнолла Это был председатель монстра Ким Сэджин Он был известным человеком в онлайн-сообществах, различных кафе, а также сайтах социальных сетей Известных своим высоким ростом и мужественным выражением В конце концов, даже она сама была одним из его четыре миллионных последователей и сын из С другой стороны, другие заметили его и они медленно подошли к нему, слегка покраснели Хэм, привет, вы мистер Ким Сэджин? Да, ах, да, я Здравствуйте Ким Сэджин тепло улыбнулся нервозному триа Может быть, потому, что число незнакомцев, узнавших его, сильно увеличилось Он привык общаться с людьми, которых он никогда раньше не встречал, но каким-то образом хорошо знал его Хэм Ха, ты сегодня пришел на охоту? Да Но этот гнолл не был частью плана Он просто прыгнул на меня из ниоткуда Ах это На самом деле Затем охотники продолжили объяснять, что произошло подробно Железные гноллы, как известно, были особенно сильными среди среднеуровневых монстров благодаря их выносливому внешнему виду и, как следствие, их останки приносили высокие цены Итак, после обнаружения одинокого железного гнолла, эти трое создали ловушку и пытались заманить его там в течение последних трех часов Монстр был занят преследованием их, пока он внезапно не начал обнюхивать воздух, затем он поспешно сменил направление и убежал в другое место Ах-ха Ким Сэджин понял, что это из-за его запаха Так вот что случилось Тогда, пожалуйста, возьмите останки Все в порядке со мной Сэджин указал на мертвого гнолла и сказал трио взять его с собой Истина заключалась в том, что он, должно быть, достиг предела поглощения монокамней для роста своей статистики Поскольку поглощение одного из монстров среднего уровня повышало бы в лучшем случае только несколько десятичных очков Правда, охотничья группа издала крик радости Да, это ваше Ким Сэджин любезно улыбнулся У охотников были по-настоящему трогательные выражения, когда четыре раза склонили талию на 90 градусов Прежде чем вежливо спросить, могут ли они сделать групповое селфи Если бы это было не так уж сложно Сэджин счастливо принял этот запрос И трио отправилась домой очень-очень довольной этой встречей с дружелюбной знаменитостью И ровно через три часа после этого инцидента Когда Сэджин собирался отправиться домой, закончив свою работу, ему позвонили Это было от Ю Сэджина Аппа, кто-то написал о тебе в СНС, и теперь это большая новость А? Все хвалят тебя за добрые дела Тебе стоит это увидеть, КХМ Жизнь знаменитостей Казалось, что почти все может стать новостью Он вошел в новостной веб-сайт, пытаясь выглядеть так, будто он немного страдал Однако на его губах была широкая улыбка, которая освещала небеса Прежде чем кто-либо узнал это, солнечный свет стал жарче, а холод стал историей далеких вчерашних дней Когда Ким Сэджин вышел на улицу, он определенно почувствовал тихое наступление лета Это действительно похоже на тематический парк, не так ли, Ким Сэджин? Хотя Сэджин сделал шаг назад от администрации общества В настоящее время он ходил по своим территориям с Сэджином на буксире после того, как она попросила об этом Первоначально этот район был слишком близок к полю монстра, менее 40 км Поэтому вокруг было много рыцарей, охотников и волшебников Но никогда не было большого числа гражданских лиц Но теперь он мог видеть родителей, которые привезли своих детей, пары на свидания И даже некоторых людей, которые, скорее всего, были иностранными туристами Размер так называемого плавающего населения значительно вырос Похоже, это нормально, что мы перестали оглядываться Э, но у нас все еще есть другие возможности посмотреть, например, от Эли Кинокомплекс Там тоже много людей, сэр Сэджин заговорила, указывая на группу зданий Сэджин слегка улыбнулся, покачал головой К сожалению, у меня нет достаточно времени Кроме всего этого, правда, здесь действительно много людей? Я знаю Возможно, это потому, что мисс Сэджин и мисс Юрин заняты съемкой своего шоу Здесь число людей, которые прошли, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом Если мы сможем вырасти немного больше, то эта область вполне может соперничать с центром города Где находится башня и дым в ближайшем будущем, сэр Честно говоря, мы истинная причина, почему цены на недвижимость вокруг этих частей взлетели Сэджин говорила с большой гордостью в голосе Это так? Да, сэр Действительно, мы приняли правильное решение о насильственном увеличении земель общества Чистая прибыль сама по себе настолько огромна Он чувствовал себя очень здорово Он был счастлив, зная, что все эти земли и здания были все его О, верно Как продвигается задание, которое я вам дал Он вдруг вспомнил что-то еще Специальное мероприятие для кузница Орка Два месяца назад, в четвертую ночь Красной Луны Когда волны монстров все еще были сильными Со всей своей статистикой, которая была увеличена в два раза больше под влиянием Красной Луны Сэджин создал оружие, используя технологию кузнечного дела Орка И это закончилось тем, что стало потрясающим творением Из всего оружия, которое мог сделать великий воин Орк Это, должно быть, было вершиной Длинный меч, который с гордостью заслужил рейтинг сокровища На данный момент это имя было длинным мечом Орка Но он сможет изменить его в тот момент Когда этот меч поступит в продажу Так как кузнец Орков будет официально признан мастером ремесла с тех пор Да, сэр, все идет хорошо Мы уже начали рекламу через домашнюю страницу гильдии А также через профили СНС Даже мисс Сэджун и мисс Юрин упоминали об этом во время съемок шоу У многих рыцарей был большой интерес, это точно Ким Сэджин с удовлетворением кивнул Орк Кузнец не производил оружие за последние три месяца или около того И люди уже начали критиковать его за нарушение обещания Но он полагал, что все они закроют свои коллективные рты Если он скажет им, что этот меч был причиной длительной задержки Это хорошо Кстати, похоже, что Орк Кузнец хочет продать этот меч через аукцион Что вы думаете об этом, мисс Еджин? Сэджин задавался вопросом, сколько это сокровище будет стоить в нынешнем климате Где инфляция била все рекорды благодаря появлению монстров А также появлении таинственных ремесел, известных как волшебство и алхимия Аукцион? Тогда есть шанс, что другая страна приобретет меч В прошлом Кузнец Орк получил много критики при продаже товара с товарной маркой в другую страну Но на этот раз это оружие было чем-то, чего не увидишь еще сто лет Что-то на уровне культурного достояния Естественно, Сэджин осторожно подумала о том Какое бедствие может разворачиваться, когда это оружие будет захвачено другой страной Орк специально попросил об этом Поскольку дело дошло до конца Он сказал, что лучше распространить наше имя на международном уровне Я слышал, что лучший кузнец в мире по-прежнему является человеком по имени Гипоэтос Мы должны по мочерку отнять этот титул, не так ли? Ким Сэджин слабо улыбнулся Глава 83 Вы перейдете в форму Ли Контропа Ким Сэджин в своей форме Афаны плыл по воде, наполняя свою ванну Пристально глядя на окно предупреждения, в настоящее время наложенное на потолок Ли Контроп Сначала это была его конечная цель Но теперь эта вещь, которую он не мог легко решить, что делать дальше, стала пресловутой коробкой Пандоры Ки Инг Существовали две большие причины, почему он так неохотно развился в Ли Контропа Прежде всего, появилась высокая вероятность того, что его внешний вид изменится после того, как его человеческая форма и форма волка сольются До сих пор лицо человека Ким Сэджина оставалось в целом таким же, как и раньше Но из-за качеств волка, медленно вторгающихся в него, некоторые черты лица немного обострились Но если он решил стать Ли Контропом, он просто не мог сказать, как впоследствии может выглядеть его лицо Прямо сейчас он сделал много личных связей Если бы он продолжил эволюцию, и его внешность изменилась бы слишком резко по сравнению с Ким Сэджином сейчас Теперь это было бы худшим из всех ужасных бедствий, с которыми он мог столкнуться Вторая проблема заключалась в расовых тенденциях Ли Контропа По легендам, Ли Контропы были печально известны своим горячим и жестоким характером Настолько, что они даже рассматривались как говорящие монстры с другими суинами Чтобы победить такие инстинкты, человек Ким Сэджин должен был, как минимум, выровнять не только свою физическую силу Но и свое психическое сопротивление, так называемый человеческий менталитет, фу-фу Сэджин выстрелил из пистолета изо рта Струи воды нарисовали прямую линию, когда они врезались в потолок, где находилось окно предупреждения Выравнивание этой формы Афаны также может быть одним из способов сбалансировать форму Ли Контропа Однако риск, связанный с развитием этой формы, был намного больше, чем любые другие формы Просто нужно было подумать о настоящем Левиафане, который в настоящее время блуждает в обширном Атлантическом океане Или вздремнуть под огромной глубиной Поток времени, потоки океанов, пылающие солнце, все вещи и элементы, которые предоставила матушка природа Стали основой силы этого существа, что сделало рейтинг Левиафана неприметным Не было преувеличением назвать Левиафана драконом морей Ким Юрин могла как-то бороться с Левиафаном, который появился в реке Хань в Сеуле Только потому, что процесс призыва сильно ограничил его общую мощь Если он появился бы посреди города, не будучи вызванным, но по собственной воле Тогда Сеул стал бы ничем иным, как коллекции рухнувших щебней Теперь, когда я думаю об этом, мое тело немного выросло, не так ли? Когда он думал о связанных с Левиафаном делах, он внезапно осознал Было ли это потому, что Афана был так называемым монстром типа роста, который постепенно выравнивался с течением времени, находясь в контакте с любой формой влаги? Ванна определенно уменьшилась для его тела по сравнению с предыдущим Хэм Чувствуя себя довольно неловко в этом развитии, Сэджин быстро сменил человеческую форму и покинул ванну Он взглянул на часы 11 утра Запланированное время для обучения было почти здесь С тех пор, как закончилась Красная Луна, Ким Сэджин сосредоточился на тренировках, которые повышали бы его человеческую форму С появлением Красной Луны инстинкты Великого Воина Орка стало трудно контролировать, вот почему Но также он помнил о нерешительной эволюции Кликантропу Обучение Мичу было легким Его владение оружием теперь находилось на уровне высокого класса, поэтому было не так много рыцарей, которые могли бы бороться с ним в этом отношении Каждый рыцарь похвалился Джина за то, что он гений с мечом, даже говорили, что он был бы величайшим фехтовальщиком в мире, если он родился бы в средние века или что-то в этом роде Даже обучение боевым искусством впервые в жизни оказалось проще, чем ожидалось Особые качества воина одарило его инстинктами, как эффективно управлять своим телом Многие методы боевого искусства, такие как разрушение падения, движение ног, рукопашный бой и т.д. глубоко укоренились в его теле Что касается его физического тела, то оно было практически идеальным, и единственной проблемой для него оставалась мана Было невероятно важно начать обучение тому, как использовать ману в самом начале жизни Независимо от того, сколько у него было потенциала, они сказали, что если золотое время около 5-6 лет было упущено, этот человек никогда не сможет хранить ману в его или ее теле Так, для кого-то, как Сэджин, которому уже было за 20 лет, концепция его хранения маны в его теле была очень трудной перспективой Даже если он иногда немного обманывал свою черту Идея была столь же невозможна, как попытка ухватить мимолетное облако, и столь же неоднозначна и неосязаема, как тускнеющий утренний туман Итак, чтобы преодолеть этот недостаток, он попросил Хазелина об одолжении, которое в свободное время оказалось волшебником высшего ранга С ее готовностью был создан новый график мана опекунства Уроки, происходящие на каждую вторую неделю месяца в дни пятницы и субботы Закрой глаза и попытайся получить ману в свое тело Шувуук, шувуук Внутри тренировочной площадки только для участников Сидя в позе лотоса, глаза Сэджина были закрыты, и он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул Это было частью уроков, связанных с маной, с упором на увеличение количества полезной маны в нем Шувуук, шувук Пожалуйста, продолжай повторять шувуук, шувуук Это действительно сработает? К сожалению, подозрения Сэджина остались без ответа В конце концов, за последние 30 минут он только и делал, что говорил шувуук, шувуук Делай, что тебе говорят, пожалуйста Это тест на то, насколько хороша твоя близость с маной Слишком плохо для него, Хазелин была непреклонна с ее приказами В самом деле, если это так, тогда Шувуук, шувуук Сэджин возобновил эту технику медитации, но не очень-то медитирующую Итак, он повторил это бесчисленное множество раз Когда Хазелин слегка постучала по его плечу, сигнализируя о завершении упражнения Достаточно Уровень концентрации маны в твоем дыхании эквивалентен уровню концентрации рыцаря низкого среднего уровня А, он на мгновение был потрясен Даже если бы он знал, что значения статистики магической силы и сродства маны уступают его статистическим данным, связанным с физической силой, разве это не было неожиданно низким? Он честно думал, что это, по крайней мере, на уровне среднего уровня Что за выражение? Охотник за высоким уровнем никогда не будет обладать эквивалентным уровнем маны рыцаря с низким уровнем, как бы он ни старался Другими словами, это уже очень впечатляет, что твой уровень приближается к уровню рыцаря низкого среднего уровня Ну, тогда начнем с настоящей тренировки Как только Хазелин закончила говорить, она активировала заклинание еще до того, как Сэджин приготовился Ким Сэджин В мгновение ока был создан сверхнормативный ток маны и начал мощно толкать сидящее тело Сэджина Пожалуйста, делай отжимания под этим давлением Я знаю, что это сложно, но ничего не поделаешь, понимаешь? В конце концов, это единственный метод, который остался для кого-то вроде мистера Сэджина Который пропустил свое идеальное время для обучения мане в течение нескольких десятилетий Чтобы увеличить свой общий потенциал маны, даже если это только немного Когда Сэджин мог только хныкать под давлением, не в силах ответить назад Она отозвала ману, давящую на него по крайней мере сейчас Пожалуйста, послушай Уровень концентрации маны здесь очень высок из-за куклы Афаны и источника маны, верно? И я буду сжимать ману в воздухе и давить на тебя Итак, даже если это ненадолго, разве это не значит, что вы, мистер Сэджин Будете получать любовь от маны, присутствующей в воздухе, со всем своим телом? Нет Хазелин ярко улыбнулась и начала размахивать руками по кругу Поскольку это выглядело так, будто она ослабела Прежде чем снова активировать свое заклинание, Сэджин снова напрягся И когда ты потеешь во время упражнения, будучи подвергнутым в такой ситуации Твои потные поры откроются широко и через эти открытые поры мана войдет в твое тело Также будет легче поглощать ману, когда мышцы тоже работают Конечно, 99% маны снова покинут ваше тело Но тем не менее твой запас маны должен увеличиться таким образом, даже если это будет немного Так что, пожалуйста, сними свою одежду Э, почему моя одежда? Увидев, как Сэджин прикрыл свою грудь, скрестив руки на груди и притворившись смущенным Хазелин глубоко нахмурилась Пожалуйста, перестань дурачиться Понимаешь, легче будет поглощать ману с меньшим количеством слоев одежды Ты также знаешь, что воздух не может легко проходить сквозь ткани Есть большая разница Ну, я понял, но Пожалуйста, поторопись Я рассержусь, если ты не будешь слушаться учителя Понимаешь, я пришла сюда, так как ответила на искреннюю просьбу мистера Сэджина Но это станет хлопотно, если ты отказываешься от сотрудничества Я имею в виду, ты хоть представляешь, сколько стоит опекунство первоклассного волшебника Услышав все это, Сэджин со сложным выражением лица начал расстегивать молнию Даже мои штаны? Я позволю тебе сохранить это, так что пока, сними с себя футболку Он действительно чувствовал себя несколько смущенным, но в конце он снял рубашку Его боевые, отлично сформированные и напряженные мускулы проявили себя во всей красе Хэм, хэм, хэм Щеки Хазелин слегка покраснели, когда она увидела его широкие плечи Хорошо сложенную грудь, четкий пресс и нижние мышцы живота Им, должно быть, благодаря черте твое тело выглядит хорошо Хотя она пыталась казаться нормальной, честно говоря, его тело уже давно перешло уровень хорошо Используя ее черту под названием «глаза волшебника», она легко могла сказать Точно так же, как эти слова означали, тело Сэджина было как можно ближе к совершенству Чего не могли достичь даже рыцари, тренирующиеся всю оставшуюся жизнь Хотя количество маны, циркулирующей в его теле, было низким, качество этого было очень высоким Кхэм, Ким Сэджин, что делаешь, почему ты не готов? Смущенный Сэджин поспешно спустился в позицию отжимания, как только она заговорила Когда он это сделал, те уже четко определенные мышцы на плечах и эта широкая спина выделялись еще больше Хазелин изо всех сил старалась отвести взгляд, но поскольку она все еще была женщиной Она не могла полностью помешать себе бросить несколько быстрых взглядов Я активирую заклинание, пожалуйста, попробуй лучше, да Опять же, прежде чем он получил надлежащую подготовку, подавляющее атмосферное давление прижалось к его спине Тем не менее, он все еще начал отжимания, стиснув зубы Прошло всего 10 секунд, но его руки и ноги уже тряслись, как листья, и капли потолились, как водопад 1. Хазелин Хазелин считала за него, но он не слушал Был ли он первым или вторым, он не мог сказать и не хотел знать Это чертовски Единственные слова, просачивающиеся изо рта, были проклятиями Прекрати ругаться Ткиутск Услышав, что он ругался, Хазелин фактически увеличила тяжесть заклинания Ну вот, давай сделаем второй, хорошо? Но когда ты сможешь это сделать, мне придется ждать целый час Ткиу Эх Услышав ее насмешки, Сэджин продолжал прилагать все силы Магическая сила увеличена на 2 Сродство с Маной увеличилось на 1 Это стало результатом сегодняшнего обучения Ким Сэджин ярко улыбнулся, когда лежал на полу, грубо вздыхая и пыхтя Это был замечательный результат В конце концов, это значительное увеличение было равно поглощению десятков камней среднего уровня Это было правильное решение просить помощи Хазелин Тем не менее, фактически человек, который помог ему достичь этого роста Хазелин имела довольно сложное выражение Она не была уверена, как, но количество Маны, которое теперь остается в его теле Легко превысило ее первоначальные оценки По правде говоря, это был неэффективный метод, который имел явный тупик Чтобы использовать аналогию с высотой человека, она была похожа на попытку найти скрытую высоту, исправив структуру кости человека, который уже прекратил расти Действительно, такая вещь существует, где я могу зарегистрироваться Серьезно, а что это за тело, которое жадное до Маны? Обычно около 50% Маны, существующие в воздухе, попадают в тело человека Но тогда 99% из них исчезнут, поэтому теоретически только около 0,5% должно оставаться внутри тела этого человека Но, заглянув в тело Сэджина, более 25% Маны, входящие в его тело, остались позади Нет, это больше похоже на захват Маной, уже существующей в его теле Это также из-за его черты? Хазелин Она не могла понять, какая у него черта характера Если бы Мана продолжала оставаться в его теле без ограничений, то в течение года он бы даже перепрыгнул через нее с точки зрения общего запаса Маны Господин Сэджин Ваше тело здорово? Ах, да, конечно, мисс учитель Результаты довольно хорошие, не так ли? Ну, тогда ты можешь встать? Почему бы нам не пойти или не съесть чего-нибудь? Хазелин горько улыбнулась, протягивая руку Чувствуя удовлетворение, Сэджин собирался схватить предложенную руку Но потом Аппа, ты ту? Ю Сэджин прибыла в учебный центр с жутким опозданием Она начала чередовать свой взгляд между Сэджином, который был покрыт ведрами пота, и удивленной женщиной Которая поспешно потянула халат, чтобы скрыть свое лицо Ух, ты сегодня пришла пораньше? Оставалось еще час до их обещанного времени Ким Сэджин поднял свою одежду и начал одеваться Все время глядя на Юса Джуна со слегка ошеломленным выражением лица Поиск завершен, сэр Текущее местоположение искусственного сердца находится внутри города Рядом с полем монстра в провинции Конванда На территории монстра Как хлопотно Есть ли у председателя общества, который якобы в сговоре с ликаном сердце Апостол Берин издал разочарованный стон, услышав отчет подчиненного Мы не уверены в этом, сэр Но вероятность этого очень высока Берин грубо массировал свои виски Подумать только Предмет, который они должны были восстановить любой ценой Неожиданно оказался в руках большой рыбы Каковы ваши приказы, сэр? Друг Ликана Его должностное задание Председатель общества Монстр Этот человек по имени Ким Сэджин был достаточно важным человеком Который даже заставлял апостола дома батаре колебаться Пока держите его под наблюдением Возможно, ликан защищает его Поэтому используйте для этого пешки Да сэр, я понимаю Короткий ответ от подчиненного эхом отозвался в пустой комнате Глава 84 Ю Сэджин продолжала переводить свой взгляд с Ким Сэджина и неизвестной женщины В ее дрожащих глазах многие эмоции Такие как страх, гнев, раздражение, беспокойство, ошеломление и т.д. Бились в диком беспорядке Сэджин поспешно надел свою одежду и пошел к ней Эй, ты должна поприветствовать ее Это Он сделал паузу в словах Сначала он хотел получить разрешение Хазелин Все нормально Хазелин кивнула головой Что, что все нормально К сожалению, для Ю Сэджина вся эта ситуация была просто беспорядочным путаницей Просто какого рода знакомство потребует согласия от другой стороны В первую очередь, она знала, что ни о чем здесь беспокоиться, но все равно нервничала Значит, дело в том, что этот человек Нет, подождите Остановитесь, остановитесь прямо здесь Ю Сэджин Ю Сэджин выкрикнула и остановила Сэджина Ей казалось, что ей нужно время, чтобы подготовить свой разум, чтобы успокоить ее беспорядочно бьющееся сердце Этот человек, мисс Хазелин Ты тоже знаешь ее, Сэджин Хорошо, что Сэджину не захотелось продлевать продолжительность ее непонимания Тело Ю Сэджина задрожало в течение незаметного промежутка времени Прежде чем она вспомнила имя Хазелин, только тогда она облегченно вздохнула и кивнула головой Ой, фух, да, конечно, я знаю Я хорошо знаю Ее глаза, которые дрожали от беспокойства, теперь восстановили некоторую стабильность Сэджин слегка засмеялся, а затем сказал Она член нашего общества, так что все в порядке Нежно глядя на Хазелин с любезной улыбкой Что ж, я много переписывала с мисс Сэджин, так что Хазелин неохотно кивнула головой, прежде чем снять капюшон Тогда Ю Сэджин была невероятно ошеломлена Как и ожидалось от эльфа, ее лицо было невероятно красивое Но ее кожа была чистой белой, в отличие от темного эльфа Перед такой абсолютной красотой Сэджин застыла в страхе Это наша первая встреча лицом к лицу, да? Приятно познакомиться, мисс Сэджин Хазелин протянула руку пожать Чувствуя себя немного хуже, Сэджин осторожно пожала эту руку Как и ожидалось, ваша красота соответствует эльфу Ю Сэджин Получив эту горькую похвалу, Хазелин тоже приняла кривую улыбку Я тренировался Мисс Хазелин решила помочь мне Ким Сэджину не понравилось угнетенное выражение Ю Сэджина Поэтому он намеренно обнял ее за плечи и осторожно подтянул ее ближе Это было определенно мягко Но Ю Сэджин нырнула в его объятия Как будто ее толкали торнадо или что-то в этом роде Да, вы, кажется, очень дружелюбны Внезапно обнявшись, Хазелин взволновалась и почесала затылок Ах это! Вообще-то, мы действительно очень близки И у нас есть большой потенциал в будущем Ю Сэджин Ким Сэджин быстро прикрыл рот Поняв, что она говорит странные вещи Очевидно, пытаясь отстранить от него Хазелин Наши отношения похожи на дружеские отношения брата и сестры Ким Сэджин Тем временем Ю Сэджин раздраженно вздрогнул Орг-кузнец, теперь зарегистрированный как 18-краткой мастер-мастер Южной Кореи Гений, который стал мастером только после дебюта два года назад Многие зарубежные ордена рыцарей посылают свои поздравления Оружие, которое подняло орка как мастера Будет продано с аукциона 1 июня в аукционном доме Хюнвала Всего 200 рыцарских орденов из более чем 100 стран Просят об участии в аукционе Как хаотично Улыбнувшись, Сэджин положил газету на стол Газеты не только из Кореи, но и из Испании, США, Великобритании, Китая, Японии А также многих других стран можно было найти на столе Языки могут быть разными, но их заголовки были удивительно похожи Все они были о том, что кузнец орг стал мастером И слова, напечатанные внутри, выражали свое любопытство В отношении драгоценного оружия, которое он создал По крайней мере, это по словам Сэджин, которая оказалась Достаточно опытной в нескольких языках Да, сэр, становится очень беспокойно Мы даже получили официальную дипломатическую документацию Из нескольких стран Азии и Западной Европы Для своих премьер-министров и президентов Которые планируют посетить сам аукцион В самом деле, это восхитительно Ну, раз уж мы говорим о предмете, оцененном как сокровище Я думаю, что это нормально, сэр Я имею в виду, это первый предмет, который появился в Корее за 30 лет Понимаете, он, должно быть, настоящий гений Этот мистер орг кузнец Ким Сэджин изо всех сил старался, чтобы его плечи не расправились После того, как услышал похвалу Сэджин Кхиум Так оно и есть, конечно же Как только Сэджин ярко улыбнулась и кивнула головой Голос его помощника просочился из эксклюзивной телефонной линии общества Господин председатель Мисс Шенарин волшебник позвонила, чтобы сказать, что она скоро прибудет в помещении О, похоже, пришло время тренироваться Тогда я тоже должен вернуться к своим обязанностям Сэджин Сэджин ярко улыбнулась и вышла из кабинета Сэджин зевнул и вытянул свои конечности, прежде чем он встал со своего места Перед тем, как отправиться в учебное заведение, он остановился в кафетерии только для членов общества Может быть, потому, что это было во время обеда, здесь было немало людей Сын Ким Ю Сона, Ким Сон Хо, тщательно кормил свою маленькую дочь детским питанием Ай Херин смотрел на эту сцену с обожанием Джуджи Хек был глубоко погружен в роман, который он читал А Ю Сэ Джун была занята печатанием на ноутбуке, нося очки Она сказала, что это групповой проект для школы, так что это должна быть большая работа Все выглядели занятыми чем-то Из них единственный, кто остался с некоторой свободой, которая могла уменьшить его скуку, была Я вижу, что ты пришла снова, Сэ Джин Хэ Мэм, а да Херин попросила меня прийти, так что я Я снова надеюсь на тебя Еда здесь очень вкусная, как и ожидалось Этот человек был Ким Ю Рин, которая уже была на полпути в страну сновидений, прежде чем он прервал ее сон Что ж, это правда, что наш кафетерий славится своей вкусной едой В конце концов, Сэ Джин только нанял этих шеф-поваров с большим потенциалом, так что это было в порядке вещей, на самом деле Конечно, Ким Ю Рин тонко старалась читать настроение Сэ Джина, избегая прямого контакта Может быть, потому, что она знала, что она не является членом его общества Все нормально Не обязательно быть такой напряженной У тебя есть контракт с компанией Монстр, поэтому ты можешь приходить так часто, как захочешь Сэ Джин Сэ Джин лукаво улыбнулся, садясь перед ней О, спасибо Так что, ничего, если я побеспокою тебя и в будущем Мм, о, конечно Он подумал, что она имеет в виду учебное заведение общества Он был свидетелем того, как Ю Рин слонялась перед зданием штаб-квартиры несколько раз Когда ее знакомых, Ихерин или Ю Сэ Джина, не было поблизости Кстати, Ким Сэ Джин взглянул на защитник запястья, установленный на руке Ю Рин Она увидела направление его взгляда и медленно спрятала руку под столом Итак, это та штука, та, которую дал Герой Орк Херин рассказала об этом Да, Ким Ю Рин издала долгий стон Да, Герой Орк дал это мне Могу я потрогать? Сэ Джин протянул руку, разговаривая с ней Однако Ким Ю Рин быстро отвернулась к другой стороне и медленно покачала головой Нет, тебе нравится этот орк? Это неправда Совсем Это просто подарок Все Нельзя прикасаться к чужим подаркам волей-неволей Хэм Сэ Джин уставился на нее и немного притворился недовольным, потирая подбородок Затем в голове появилась хорошая идея Хочешь, я помогу тебе и устрою встречу с ним? По его неожиданному вопросу ее глаза стали очень широкими Э, что ты говоришь? Как я и сказал Я говорил тебе, что могу разговаривать с монстрами Вот как я подружился с орком-героем Когда он заговорил, он увидел, как Ким Ю Рин заметно проглотила слюну Но хорошо, только потому, что я делаю запрос Это не значит, что это произойдет Но, конечно, возможность должна быть высокой Конечно, здесь был подвох Если мисс Ю Рин присоединяется к моему обществу То, может быть, может быть Может быть, я могу вызывать орка-героя хотя бы раз в пару недель Ким Сэ Джин злорадно улыбнулся, изучая реакции в глазах Ю Рин И они неудержимо тряслись Однако, я не могу И еще раз повторю этот момент Я не чувствую никакой привязанности к орку Во всяком случае, это просто эмоция товарищества между товарищами Которые сражались вместе В конце концов, действительно ли понятие человека, похожего на монстра, имеет смысл? Она продолжала решительно отрицать все Да, я понимаю Ну, если ты передумаешь позже, дайте мне знать, пожалуйста Она была похожа на неприступную крепость Чувствуя, что его упрямство действует Он даже придумал некоторые действительно непослушные вещи Такие, как появление перед ней орка и разжигание пламени тоски в ее сердце В этот момент громко зазвонил его телефон Это была Хазелин Внезапно вспоминая сложную историю между Ю Рин и Хазелин Сэ Джин осторожно вышел из кафе Но до этого, мисс Ю Рин, так как вы отказались присоединиться к моему обществу Вам сегодня запрещено входить в учебное заведение Никаких если или но, пожалуйста Да Нет, подожди, я не приехала тренироваться Понимаю Не хочу больше помогать ему Хазелин надулась, глядя на тренировку Ким Сэ Джина Который тренировался, как будто завтра не наступит Честно говоря, она не хотела ему помогать Конечно, она была очень благодарна за то, что этот человек Ким Сэ Джин, известный как гоблин-алхимик, сделал ее настоящей, очень важной крупной шишкой в мире алхимии Было трудно оценить, насколько она была благодарна Однако она не могла не почувствовать сильную ревность в этой несправедливой ситуации Это действительно было плачевное поведение Но что она могла сделать? Волшебники изначально были типом животных Которые были полны мелкой ревности, зависти, острокизма других лучше, чем он или она А также желание монополизировать Кроме того, уровень гордости, который они имели в запасе маны, находился на другом плато И чтобы не забыть, хотя она отступила на полшага от этой профессии Хазелин все еще была волшебницей Раньше она никогда не слышала и не испытывала такого удивительного потенциала роста Ее запасы маны увеличивались только после того, как ей пришлось пройти обучение Которое буквально заставило ее потеть каплями крови Пока ее кости не почувствовали, что они ломаются под напряжением Но этот человек, вероятно, через год, нет, может быть, даже меньше Через полгода она подсчитала, что у этого человека будет больше маны, чем у нее Если этот показатель сохранится Это была разница в таком мошенническом несправедливом таланте Или его черте, и о себе Хуи Ююб Тем не менее, Сэджин совершенно не обращал внимания на ее настроение И сосредоточился исключительно на своем обучении Сначала это было тяжело, но теперь, когда прошел месяц, стало намного легче Освежающие ощущения маны, пронизывающие его тело, было более чем достаточно Чтобы компенсировать боль от суровой тренировки Это просто не имеет смысла Как может скорость его увеличения поглощения маны может быть выше, чем на прошлой неделе Хазелин Обычно, когда человек поглощал определенное количество маны в течение дня Он или она мог бы поглотить чуть меньше на следующий день Потому что пространство в теле для хранения маны было ограничено Но с этим человеком это было не то же самое Ее лицо стало почти слезливым, когда она подумала, почему он был единственным исключением из этого правила Итак, мы остановимся здесь на сегодня? Хазелин с досадой топала ногами и говорила с ним Ни в коем случае я могу подтолкнуть себя немного больше Он стиснул зубы и сделал еще один отжим Хазелин закрыла рот от гнева В то же время, волшебная сила увеличена на два Сродство с маной увеличилось на один Только когда окна с предупреждением, такие как этот, всплыли на его взгляд еще пару раз Он прекратил свое обучение, чувствуя себя удовлетворенным результатом Обучение длилось три часа В течение этого времени Ю Сэджун вернулась домой Сказав, что ей нужно подготовиться к презентации на следующий день А Джуджихек отправился на свидание с Ихерином Позволь мне отвезти тебя домой В настоящее время они были на стоянке Сэджин открыл дверь автомобиля, когда он заговорил Хэм Хорошо Хазелин немного подумала, прежде чем кивнуть головой Она подумала, что лучше поехать домой бесплатно Потому что она немного была не в себе Помогая ему в тренировке Хотя снаружи все выглядело просто Тем не менее, от нее требовалось много маны Пожалуйста, заходи, Сэджин Хазелин забралась на пассажирскую сторону И Сэджин сел за руль Когда они ехали, они говорили об том и семь Большинство из них были о Юсе Джуне и Монстре Мисс Сэджин, она действительно милая, не так ли? Она все время звонила мне, спрашивая меня, что я делаю в последнее время А потом просто выходила из беседы без причины И так, я думала об этом некоторое время Пытаясь понять, чего она хочет И я думаю, она пытается предупредить меня Она что делает? Ну, когда она не может связаться с тобой Это похоже на то, что она думает Что, может быть, ты проводишь со мной время Поэтому она отправляет эти текстовые сообщения Чтобы прощупать меня Ким Сэджин криво покачал головой Ииии Не может быть Ииии Ты знаешь, что это правда? Ты знаешь, что первое написано в ее текстах? Умни, что ты делаешь прямо сейчас? Или это ты встречаешься с кем-то прямо сейчас? Иногда это меня пугает Поэтому, пожалуйста, относись к ней немного лучше Кажется, ты ей очень нравишься Так же, как когда Сэджин с улыбкой взглянул в ее сторону Интуиция волка немедленно учуяла тревожный звоночек В одно мгновение его восприятие времени замедлилось И мир начал течь гораздо медленнее Бесформенная материя внезапно врезалась в сторону его машины Он не мог сказать, что это было Будь то волшебное заклинание, чистая мана или даже мертвец Ким Сэджин ударил по тормозам А затем быстро взял Хазелин на руки В этой замедленной перспективе времени он мог четко расшифровать Все небольшие изменения в ее выражениях Наверное, было интересно посмотреть Но сейчас он не мог сосредоточиться на этом Он быстро извлек ману из своего тела А затем сформировал из нее тонкую мембрану Которая обернулась вокруг них Как только закончилось формирование синей круглой мембраны Прямо тогда С сильным ударом автомобиль был взят высоко в воздух И поверх бортового транспортного средства вылилась огромная тьма Ты в порядке? Внутри голубой мембраны маны Сэджин слегка схватил ее за плечи и встряхнул Нахмурившись, она массировала шею, медленно кивая Я более или менее в порядке Но что за сукины дети сделали это? Сэджин потерял дар речи, услышав ее грубые слова Как раз вовремя они услышали шаги прямо за мембраной маны Они идут Хазелин Хазелин сердито стиснула зубы и стала вызывать ману из ее тела Эй, ты можешь что-нибудь с этим сделать? Хазелин Затем она спросила Сэджина, постукивая по его мембране маны Ой, пожалуй-то, подожди Поскольку Сэджин никогда раньше не видел ее в ярости Он входил в режим максимального уважения и вежливо открыл Дыру в мембране для нее Первое, что они увидели, это сильно извращенные обломки шасси автомобиля Хазелин закрыла глаза и произнесла неопознанное пение Та-а-а-анг Сразу раздался огромный толчок воздуха через открытый зазор мембраны И отбросил шасси автомобиля Готово Отмени все это Ах, да Когда он расстегнул мембрану, Хазелин издала низкий вздох Когда она вышла из частично разрушенного автомобиля Выходи Кто ты такой? Покажись сейчас же или я сожгу тебя заживо Холодный голос Хазелин раздался посреди пустой дороги Словно реагируя на ее провокацию Из темноты, опустившейся перед автомобилем, появилась фигура человека Эй, ты, ты, должно быть, сошел с ума Разве ты не думаешь, что это слишком много для пран? Хазелин Но это был не один человек Два, три, четыре, пять, шесть Пока их не стало восемь С внезапным входом этих восьми таинственных существ Хазелин стала более серьезной, когда она облизнула губы Итак, вы пришли подготовлены Кто вас послал? Триады отправили вас? Хазелин Казалось, она в чем-то серьезно ошиблась От мафии? Правильно Я так и думала Хазелин Глава 85 Ким Сэджин медленно подошел сзади к Хазелин Которая была занята, глядя на девять человекоподобных фигур, покрытых вуалью тьмы Ее текущее лицо было жестким Почувствовав его приближение, она протянула руку и остановила его там Прости, мистер Сэджин Это все из-за меня Я закончу это как можно скорее, поэтому, пожалуйста, сделай шаг назад Нет, подожди минутку Тише Теперь успокойся Ее недоразумение продолжалось, когда она начала глубоко вздыхать Так как ты не отреагировал, я думаю, ты тоже не из мафии? Тогда, может быть, ты от Якудзы? Хазелин На этот раз ответа не было Было очевидно, почему они не были людьми для начала Их гнилой запах крови, щекочущий ноздри Сэджина, доказал это Не отвечая ей, все девять из них начали повторять заклинания одновременно Увидев это, Хазелин закусила губу, а затем, также произнесла свое заклинание Сразу же, черная лава мощно поднялась позади нее, прежде чем сформировать массивное, длинное копье, которое шумно гудело, плывая в воздухе Рядом с постоянно горевшей поверхностью копья пространства, казалось искажалось, когда воздух был занят таянием вокруг него Это было копье маны Заклинание, в котором его заклинатель сформировал копье с маной Его единственной целью было уничтожить и убить свою цель Оцененный как один из магических заклинаний наивысшего класса, а не только заклинатель, необходимый для заливки большого количества маны Ему или ей также необходимо обладать превосходной магической силой Способность контролировать ману для поддержания формы копья, а также его элементарные свойства Это заклинание было достаточно мощным, чтобы его можно было использовать в качестве самой большой козырной карты Которая теоретически могла бы конкурировать с настоящим драконом в зависимости от способности заклинателя Если вы боитесь, тогда вам лучше сдаться Я не хочу ухудшать наши отношения дальше, чем это уже есть Если мы сможем разрешить это с помощью диалога, не будет ли это проще для нас обоих? Хазелин уверенно усмехнулся, а копье маны разделилось на 9 и нацелилось на все 9 фигур жужжа в воздухе Эта усмешка может продолжаться всего 10 секунд Причиной этого была странная волна, распространяющаяся из-под ног вампиров Распространяясь, как бушующий черный поток, эта волна доходила до определенного диаметра Затем поднималась в форме купола, отделяя и окружая пространство, в котором они находились от остального мира Это было заклинание, которое Сэджин хорошо знал Изолирующий барьер А. Хазелин Разумеется, в качестве мастера с рейтингом А. Хазелин раньше сталкивалась со своей долей барьеров Но в этот момент она не могла скрыть своего удивления Как только этот барьер закончил формирование, размеры черного копья маны начали постепенно сокращаться И все это время она чувствовала, что поток маны внутри ее тела замедляется При этом неожиданном повороте событий она быстро осмотрела свое окружение и стиснула зубы Что это за хитрость? Вампиры не удосужились ответить ей даже на этот раз Вместо этого из-за спины открылся небольшой и темно-красноватый раскол в космосе Оттуда взорвались десятки щупалец Эти вещи оттолкнули копьеманы и бросились к месту Хазелин Прямо в тот момент, когда эти ужасно выглядящие щупальца и их острые края собирались разрезать ей шею Пять линий порезов, исходящих от неожиданных когтей, холодно блестели в воздухе Когда щупальца были разрезаны, превращаясь в порошок, прежде чем рассеяться на ветру Только тогда девять вампиров проявили некоторые признаки волнения Это грибанная отдышка Хазелин Чувствуя приближение смерти в первый раз после долгого времени Хазелин вспыхнула в холодном поту, ее дыхание было рваным и мелким Эти сумасшедшие сукины дети совершенно безумны Прибегать к использованию черной магии А Хазелин начала указывать обвинительными пальцами на вампиров Рыча, как раненое животное Только чтобы иметь сильную руку, мощно сдерживающую ее сзади Мисс Хазелин Сначала успокойтесь Здесь мы находимся в невыгодном положении Ты знаешь, как можно отключить барьер Сэджин посмотрел на нее с ожесточенным лицом Чувствуя общую силу девяти внезапно появляющихся вампиров через интуицию волка Он не мог не чувствовать себя взволнованным здесь В человеческой форме не было никакого способа, чтобы он мог сражаться против всех в одно и то же время Я никогда раньше не видела такого барьера Должно быть из школы черной магии Но Мне действительно жаль Из-за меня, даже у мистера Сэджина Из-за недоразумения Хазелин еще не смягчилась И поэтому она чувствовала себя виноватой по отношению к Сэджину Увидев ее таким образом, некоторое напряжение в нем разрядилось Заставив его слабо улыбнуться и кивнул головой Все нормально Я сделаю все возможное, чтобы выиграть нам время Поэтому, пожалуйста, найди способ К сожалению, для этих двоих вампиры недостаточно вежливы, чтобы дать им время, чтобы сформулировать ответ Действительно, совершенно неожиданно гигантский метеорит, образовавшийся на небе внутри барьера, начал быстро спускаться на Сэджина и Хазелин Она вызвала свой собственный барьер с той маленькой маной, которой она могла владеть, в то время как он удлинил когти и полоснул вихрь Вот как им удалось остановить метеорит, но затем незаметно и щупальце выстрелила в них со стороны Эта вещь легко разнесла барьер и наложила огромную рану на талию Хазелин Киук Хазелин споткнулась и рухнула на землю Сэджин выплюнул кучу ругательств и попытался вырезать изоляционный барьер своими когтями Но, как и ожидалось, его действия оказались неэффективными Я не могу сделать это как человек Вздохнув, Сэджин извлек одно зелье одухотворением из своего тела и исцелил рану Хазелин Эй-эй-эй, мисс Хазелин, ты в порядке? Затем он изучил лицо Хазелин Она казалась довольно облегченной, поскольку жгучая боль значительно уменьшилась Более или менее Хазелин Пожалуйста, внимательно выслушай меня Я, я определенно не человек-монстр, не демоническое существо Если это ты, мисс Хазелин, ты мне поверишь, верно? Монстр, который может превратиться в человека, так называемого человека-монстра Существование, разделяющее границу между человеком и монстром, демоническим существом Из этих двух, демоническое существо на самом деле было коллективным термином Обозначающим все расы с насильственной природой и тенденциями Которые мигрировали из другого мира на планету Земля Эти демонические существа отличались от вампиров и ногов тем, что ни одно СМИ не вступились за них И теперь они были классифицированы как цели, которые должны быть устранены в поле зрения Если бы ликантропы все еще существовали, то они, несомненно, попали бы в эту категорию Это была одна из причин, почему Сэджин колебался, показывая свою черту другим В конце концов, демонические существа, которые умерли, утверждая, что это люди, обладающие уникальными чертами, насчитывали немало Что ты имеешь в виду? Хазелин В середине своего приговора вампиры снова атаковали Сэджину удалось уничтожить щупальца острыми когтями Но против огромного шара черного пламени, летящего к ним, эти когти были не очень полезны Когда он был в человеческой форме Ки-якк Сэджин поспешно подтолкнул Хазелин рукой, а затем бросился в противоположную сторону Кваяханг Земля, на которой они стояли всего несколько секунд назад, была искажена Как будто лава расплавила ее На данный момент найди способ, чтобы вырваться из этого изолирующего барьера Сэджин Он никогда не верил, что он сможет навсегда скрыть свою черту Сэджин крикнул ей, а затем принял форму героя орка, покрытого синими чешуйками Телосложение, которое легко превышало высоту в 2 метра С парой горящих глаз он посмотрел на вампиров и крепко схватил жезл В нем кипел его боевой дух в сочетании с яростью SFX для рева орка Вот почему он просто должен был выпустить рев, содержащий весь его голод битвы Несмотря на то, что Хазелин была занята отступлением от испуга Прямо сейчас он не интересовался ее тяжелым положением Затем он бросился вперед, ударив различные щупальца, которые извивались почти повсюду Полностью игнорируя те магические заклинания, которые были достаточно мощными, чтобы пощекотать его Ущерб, нанесенный в нетронутых масштабах орка, был почти нулевым Его подавляющая внешность легко превзошла внешность простого орка, напомнив всем присутствующим о мифическом демоническом изверге Что за? Вампиры, наконец, потеряли спокойствие и начали впадать в беспорядок И один даже выплюнул несколько слов выбора С ревом, который угрожал уничтожить барабанные перепонки всех, кто его слушал Орк врезался своим жезлом Как только оружие врезалось на поверхность дороги, земля вырвалась в кратер И весь изолирующий барьер начал бесконтрольно дрожать Семь из девяти вампиров начали паниковать и стрелять всеми магическими заклинаниями Чтобы остановить неистового орка любой ценой Однако оставшиеся два вампира продолжали сохранять самообладание Эти так называемые почетные апостолы затем подняли стену между своей группой и орком Произнося слова спокойствия Перестаньте тратить свою энергию и время Мы активируем процедуру вызова Но, когда семь верующих собрались показать свое удивление Жезл орка мощно врезался в искусственную стену громким таханг И послал колоссальную ударную волну Это, вероятно, его так называемая черта Нет? Ну, как неожиданно и раздражительно Начните процедуру вызова немедленно Но, если мы пригласим сюда леди батари Эмым, ты думаешь, я сумасшедший? Здесь нет необходимости приглашать ее величество Рыцаря смерти будет более чем достаточно Ква-ха-анг Жезл снова врезался в стену Трещины появились на магически созданной оборонительной стене Поторопитесь, у нас мало времени Чувствуя настоятельную необходимость ситуации Девять вампиров поспешно начали читать пение вместе Язык, на котором они говорили Был не корейским, не английским, не японским А другим Интуиция Сэджина сразу рассказала ему О надвигающемся кризисе Поэтому он активировал навык воин разворота И еще сильнее атаковал магическую стену К сожалению, хотя трещина открылась чуть шире Оборонительная стена стояла Продвинься на секунду, пожалуйста В это время он услышал крик Хазелины Ощущение волшебной энергии со спины Как только Сэджин отошел в сторону Мимо него проскользнуло очень тонкое монокопье Оно проскользнуло сквозь трещину И великолепно попало в шею вампира Кхерк При этой внезапной и успешной атаке Один из вампиров встретился с несвоевременной смертью Однако было уже слишком поздно С земли, окрашенной в самые темные оттенки черного Форма черного рыцаря медленно выходила над поверхностью Это была реликвия прошлого Прямо из предыдущего мира вампиров Самый сильный мертвец, созданный из рыцаря Прошедшего давным-давно Рыцарь смерти SFX для звуков разбивающегося стекла По мере того, как рыцарь смерти закончился своим появлением Оборонительная стена разрушилась Как стекло, и Сэджин развернул свой жезл против неподвижного Рыцаря смерти Тем не менее, для него это было ужасно Эти проклятые щупальца мешали его атаке И у него не было выбора, кроме как отступить Ты, как разрушить этот барьер еще? Выкрикнул Сэджин Вполне вероятно, что, если он начнет стучать по нему Барьер может рухнуть так же, как и раньше Но на это не хватило времени Я все еще ищу Когда Хазелин закричала, рыцарь смерти полностью проснулся Из зазоров металлического шлема, который спрятал всю его голову Вспыхнула пара жутких красных глаз Как только его сознание вернулось полностью Рыцарь смерти обнажил меч, установленный на его бедро И полоснул его Темно-красная аура меча, вылетевшая серпом Была отброшена жезлом Сэджина Когда он бросился к рыцарю смерти Ква-а-а-ха-анг Жезлорка разбил воздух, когда он опустился на голову Рыцаря смерти, но он размахивал своим большим мечом, чтобы Заблокировать атаку В тот момент мощная ударная волна сместила и подняла Огромное облако пыли, которое заблокировало вид Звон, звон Изнутри этого толстого пылевого облака звуки металла, сталкивающиеся Друг с другом, звенели непрерывно С точки зрения как силы, так и умения, рыцарь смерти вовсе не был в невыгодном положении по сравнению с Сэджином в форме орка Кроме того, раздражающая абструкция со стороны окружающих вампиров также затрудняла эту битву Почти невозможно было защититься как от меча рыцаря смерти, так и от волшебных заклинаний вампиров одновременно Таким образом, Сэджин попытался сосредоточиться на этом рыцаре смерти и позволить другим атакам проскользнуть к настоящему времени Но фехтование проклятого мертвеца было похоже на неприступную крепость без какого-либо открытия Эта ситуация слишком неблагоприятна Сэджин стиснул зубы, когда острые зазубрины начали появляться на жестких чешуйках, покрывающих его тело Чтобы добиться более гладкой битвы, правильная стратегия убить всех волшебников в тылу, которые отвечали за поддержку огня К сожалению для него, нынешняя форма орка была недостаточно проворной, чтобы пройти мимо рыцаря смерти Если бы он был в форме оборотня, это могло бы быть возможно, но он был уверен, что не сможет выдержать ни одного удара, превратившись в такой напряженной ситуации Сэджин взглянул на окно предупреждения, слабо колеблющиеся чуть выше плеч рыцаря смерти Остался еще один метод, который мог бы помочь ему преодолеть эту сложную ситуацию Вы перейдете в Ликантропа? Да нет, это проклятое окно предупреждения наверняка, черт возьми, выглядело невероятно заманчивым сейчас Он думал, что были ли плюсы и минусы становления Ликантропом или нет Ему пришлось фактически выжить, чтобы испытать это Есть успехи? Сэджин закричал Хазелин и взглянул в ее сторону Но она была так же занята, как и сейчас Вместо того, чтобы искать способ сломать изолирующий барьер, она была слишком занята Участвуя в битве за жизнь или смерть против двух вампиров Черт, если бы эта неблагоприятная ситуация сохранилась, то оба они погибли бы здесь Не было времени на то, чтобы решать, и его рассуждения о человеке быстро покинули его Видя этих проклятых вампиров сзади, они стреляли этими злыми магическими заклинаниями Все его тело дрожало от ярости, не желая ничего, кроме как разорвать все их тела SFX для другого громкого рева орка Сэджин громко взревел и выбрал да В этот момент появилось бесчисленное количество предупреждающих окон Окна, казалось, заполнили весь мир и полностью перекрыли его взгляд Это была сцена, которую он никогда раньше не испытывал Глава 86 «Форма черного волка теперь изменилась на форма Ликантропа» Вся статистика резко возрастает после слияния человеческой формы и формы Ликантропа Особая черта Ликантропа, где он становится сильнее, чем дольше он подвергается лунному свету, теперь применяется При появлении волка, поток крови внутри тела будет увеличиваться Знание всех существующих навыков, связанных с волком, будет повышаться на один уровень Получено ограничение пассивного статуса развязанный узел После того, как хозяин не смог подавить дикие инстинкты Ликантропа Он должен принять облик Ликана Волка в течение 570 минут каждый день Определяемый значением статистики манипуляции энергией До тех пор, пока не будут выполнены условия Определенные способности Ликантропа будут заблокированы и недоступны Получено новое пассивное умение Лунная кожа Уровень владения Кожа Ликантропа находится на другом уровне по сравнению с обычным волком Обладая более высоким сопротивлением физическим и магическим атакам И способным свободно менять свое свойство Хозяин может отражать свет определенным образом, чтобы скрыть свое тело Однако эта часть навыка не может быть использована во время внешнего вида человека Было приобретено новое активное умение Глаза дикой природы Уровень владения Ф. Глаза, которые могут расшифровать слабость врага Но теперь с глазами Ликантропа умение может вызвать эффект проклятия, который может выявить ранее не обнаруженную слабость врага, потратив ману Однако, при появлении человека уровень навыка будет снижен на единицу Было приобретено новое активное умение Расширение Уровень владения Ф. Хозяин может увеличить общий размер волка В зависимости от уровня навыка Было приобретено новое активное умение Цепочка когтей Уровень владения Ф. Удары когтей хозяина изменят направление в соответствии с его желанием и убьют цель Однако, при появлении человека уровень навыка будет снижен на единицу Новый пассивный навык Взгляд Сэджина был полностью заполнен всеми этими письмами Не хватало времени, чтобы прочитать каждое из них Но, поскольку он был уверен в своей силе, он быстро превратился в Ликантропа Почти мгновенно из его тела вырвался серебряный мех Орк исчез, и вместо него стоял человекоподонный волк Обладая мехом и кожей, которая, казалось, поглотила чистый лунный свет Ликантроп Существо, которое не должно существовать в этом мире Вымершее существо легенд и мифов При этом внезапном входе Ликантропа все вампиры запаниковали Даже рыцарь смерти ненадолго остановил свои действия при этом внезапном повороте событий Его действие исходило от мертвецов, обладающими некоторым сознанием Но это оказалось самой большой ошибкой Волк воспользовался этим и ударил ногой по земле, направляясь прямо к вампирам Он поднял огромный звуковой бум на своем пути, который даже заставил рыцаря смерти споткнуться о ноги Оказавшись перед группой вампиров в мгновение ока, волк начал размахивать своими длинными когтями Пять дуг ужасающих косых черт в воздухе спустились вниз и разорвали грудь вампира Затем они начали извиваться, прежде чем вырубить второго и третьего вампира Итак, когда четвертого вампира безжалостно вырубили Рыцарь смерти быстро прибыл, столкнулся с когтями волка и заблокировал его продвижение К сожалению для мертвеца, волк обнаружил, что его меч качается невероятно медленно Он слегка наклонил свое тело в сторону, чтобы избежать меча, и возобновил движение к другому вампиру Ублюдок попытался поспешно установить какой-то волшебный щит, но под шквалом когтей такая магия была недостаточной SFX для фонтана крови Страшные когти волка легко прошли через щит и оставили смертельную рану на груди вампира И ублюдок упал мертвым, не в силах даже кричать Все это произошло в течение пяти секунд Ликантроп забрал жизнь пяти вампиров в мгновение ока, даже не оставив остаточного изображения Оставшиеся вампиры были глубоко испуганы видом Ликантропа, заклятого врага их расы, которого они никогда раньше не видели и пытались убежать Жаль, что изолированный барьер, который они установили ранее, вернулся, чтобы укусить их в тылу Сэр, пожалуйста, отмените барьер Это был момент, когда эти ублюдки-вампиры величественно попали в ловушку, которую они сами тщательно создали В то же время, глубокое и алое пламя вспыхнуло со стороны разделительного барьера, сопровождаемый жалким криком Хазелин захватила отверстия, созданные, когда сила барьера ослабела из-за смерти вампиров И запустила заклинание адский огонь, в результате которого был убит еще один кровосос Это чертовски В конце концов, апостол деактивировал барьер и попытался бежать Конечно, Сэджин Ликантроп не согласился бы с этим Кваджих, волк с лунным светом легко избегал размаха меча рыцаря смерти с некоторыми ловкими и уклончивыми маневрами Приближался к апостолу, а затем пронзил клыками шею вампира Черт, апостол не потерял самообладание, даже находясь под атакой волка, и выстрелил молнией в открытую пасть Сэджина Но волк слегка исказил его тело Вместо того, чтобы ударить широко открытым ртом, луч ударил в плечо Однако, лунная кожа волка может свести на нет такую жалкую атаку, совершенную в спешке с легкостью Игнорируя неэффективную атаку, волк успешно разорвал шею апостола в клочья С неестественно изогнутой шейной костью апостол умер в этот момент, его тело обмякло Изолирующий барьер полностью развалился Как только один из двух поддерживающих его апостолов был убит Все, что осталось сейчас, это два вампира и рыцарь смерти Волк взглянул на оставшихся вампиров своими малиновыми глазами и облизнул губы Это сумасшедший, грибанный Они попытались использовать магию обратного вызова вампира, чтобы сбежать из этого места Тем не менее, когтели контропомогли не только сделать любую магию неэффективной Они также могли бы отрезать поток маны Волк ударил по ярким нитям темно-красной маны своими когтями В мгновение ока мана, которая собиралась душить оставшихся вампиров, рассеялась И Хазелин выстрелила из огромного монокопия в сторону испуганных кровососов Апостол сумел ударить копье с помощью одного из этих щупалец Но, ох, черт, но ярко горящие копье разделилось на десятки сотни и покрыло все ночное небо Следуя воле апостола, рыцарь смерти быстро сменил свою цель в сторону Хазелин Но он был заблокирован с Эджином в форме волка А затем сотни копий маны пронзили остальных трех врагов Тук Хванг Прозвучал разрушительный взрыв Мастер, высоко владеющий магией заклинания, может точно назначить цель, которая будет нести весь урон от заклинания Так Хазелин могла превратить двух вампиров в пепел, не повредив дорогу или окружающую среду Последним остался рыцарь смерти Звон Когда столкнулись меч рыцаря смерти и когти Сэджина Холодный металлический звук раздался рядом с яркими искрами, которые взлетели в воздух О, боги! Что это? Ты все еще жив? Мистер Сэджин, пожалуйста, расправьтесь с этим рыцарем Хазелин Хазелин собиралась помочь Сэджину, прежде чем она изменила направление ее взгляда на апостола Который каким-то образом сумел выжить Казалось, что он применил магический барьер или щит до своего абсолютного максимума И был в состоянии противостоять пугающему взрыву копий маны, даже если это было всего лишь немного Вернувшись к окровавленному и смертельно раненому апостолу, который смотрел на нее с ненавистными глазами Хазелин начала улыбаться Казалось, она нашла для себя симпатичную игрушку Понял Сэджин Дав простой ответ, Сэджин активировал новый навык глаза дикой природы и посмотрел на рыцаря смерти Тогда весь мир, казалось, замедлился до ползания Вид стал черно-белым, за исключением маленькой области возле правой груди рыцаря смерти Которая была окрашена в красный цвет Он знал инстинктивно, это было слабое место мертвеца Квайханг, рыцарь смерти рухнул своим великим мечом Как только Сэджин сделал несколько шагов назад, чтобы уклониться от него Место, в котором он стоял, было разрушено и затоплено этой мощной атакой Похоже, он был знаменитым рыцарем, когда Сэджин Сэджин облизнул губы Этот мертвец оказался грозным противником Даже если он нашел его слабое место, умение владеть мечом не оставляло зазора для использования Уровень владения слишком низкий И хотя он пытался увеличить слабое место, так как уровень его мастерства был слишком низким Он вообще не мог повлиять на тело рыцаря смерти Если это так Он переключил свое внимание на великий меч, повернутый в его сторону Оружие, отраженное в глазах дикой природы, не проявляло слабости и было черным Однако в том самом месте, где его глаза были сосредоточены Прямо посередине самого клинка образовалось красноватое пятно Со злой улыбкой на губах Сэджин уклонился от качающегося меча А затем атаковал середину оружия когтями SFX для чего-то расщепляющегося В соответствии с его ожиданиями на клинке появилась трещина Рыцарь смерти споткнулся Но волк не знал милосердия Он взбежал вперед и снова ударил в меч рыцаря смерти Итак, оказалось, что без меча этот рыцарь-мертвец был не более чем довольно посредственным кулачным бойцом Господин Сэджин После того, как битва закончилась Хазелин осторожно позвала Сэджина, который рылся в мертвых телах, чтобы найти добычу Но вместо лица человека волк уставился на нее Под ясным лунным светом его мех сиял, но его дыхание было несколько рваным и тяжелым Вы удивлены? Волк тихо спросил Хазелин слегка покачала головой и медленно подошла к нему А потом Что ты делаешь, Сэджин? Она начала щекотать его шею, как маленького щенка Ой, ну, твой мех выглядел так красиво, так что Вау, но почему твой мех такой блестящий и гладкий? Это как прикасаться к шелку? Хазелин определенно не была шокирована или напугана Чувствуя облегчение от этого развития, Сэджин уставился на женщину-эльфа, которая глубоко погрузилась в поглаживание его меха, прежде чем его глаза медленно закрылись И, а, привет, эй, уэр Затем он упал на Хазелин, совершенно без сознания Это было последствием использования воина разворота три раза дважды как орка и один раз как ликантроп Ким Сэджин открыл глаза Его зрение было несравненно ясным, и мир был наполнен яркими красками Он подумал, что его глаза волка были активны в настоящее время Хотя он хотел оставаться таким же, это было щекотливое ощущение, исходящее с его стороны Поэтому, когда он повернул шею, чтобы понять, почему он заметил вид Хазелин Ее губы плотно закрылись и слегка выступали, все еще излишне поглощенной чисткой меха Ошеломленный, Сэджин некоторое время смотрел на нее Даже тогда она повторила цикл чистки меха, играла с ним и хватала горсть, пока, наконец, она не поняла, что он смотрит на нее Хех, Хазелин Избегая встретить его взгляд со смущением, она почесала затылок Что ты делаешь, Сэджин? Ну, твой мех настолько гладкий, гибкий и мягкий, так что это очень приятно на ощупь, понимаешь? Мое настроение улучшается, когда я касаюсь этого Это вроде как лопать пузырчатую обертку Сэджин Сэджин сузил глаза и слегка бросил хвост, чтобы пощекотать ее щеку Это было ничего особенного, но, к сожалению, казалось, что в его нынешней форме волка сила атаки была вдвое сильнее, чем обычно Кьяк, Хазелин После этого Сэджин снова вернулся к своей внешности и искал зеркало Это место было для него совершенно чуждо Он подумал, что это дом Хазелин Фу-ву Найдя зеркало во всю длину, Сэджин стоял под странным углом рядом с ним и начал глубоко дышать Он пробормотал Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Все то же самое Ты не изменился, Хазелин Со спины он услышал спойлер Он был удивлен этим откровением и повернулся, чтобы посмотреть на нее, прежде чем хорошо взглянуть на себя в зеркале К счастью, никаких заметных изменений не произошло, если бы он проигнорировал профиль носа, который немного поднялся Уф, какое облегчение Сэджин густо улыбнулся и слегка хлопнул себя по щекам Я думаю, люди могут задаться вопросом, делал ли я со своим лицом что-нибудь Сэджин Когда он начал говорить в шутку, Хазелин подошла и встала рядом с ним Отражение ее показало, насколько она невероятно красива Он просто не мог найти никаких пятен на ее чертах лица вообще, даже с значительно улучшенным зрением Ли Контропа Хихих, я тоже так думаю, в конце концов, ты стал еще красивее, чем раньше, Хазелин Глаза ее сверкали в форме полумесяца, она изучала отражение Сэджина в зеркале И затем она начала легко гладить его плечи и тихо прошептала Я действительно очень благодарна за твою помощь вчера Без господина Сэджина я бы, наверное, умерла Это была простая и несколько краткая благодарность от нее Однако его сердце билось сильнее, когда он ощущал, насколько искренней она была Мисс Хазелин, ты выше, чем я думал Вот почему он быстро сменил тему Хазелин всегда носила длинный халат, который покрывал почти все, от верхней части головы до пятки Поэтому, видя ее в обычной повседневной одежде, он не мог не оценить ее идеально сбалансированную фигуру Ну эльфы, мы в основном такие Средняя высота женщин-эльфов составляет около 170, поэтому я чуть выше, чем остальные Вот и все Хазелин слегка покраснела и отступила от Сэджина Если это все, я сейчас пойду на работу О, и я сохраню черту мистера Сэджина в секрете между нами, так что тебе не нужно беспокоиться Большое спасибо Она подняла большой халат, выброшенный на кушетку, надела его, а затем покинул свой дом, выглядя так же, как он знал ее до сих пор Но прежде чем она ушла Ах, верно Мистер Сэджин, мне очень жаль Из-за меня вам пришлось пройти через это испытание Подумать только, что мафиози прибегнут к изучению черной магии Однако, похоже, до сих пор ее недопонимание еще не разрешилось Глава 87 Изменения в жизни Сэджина после эволюции в Ликантропа были весьма разнообразными Во-первых, его внешний вид не изменился настолько сильно Но физические способности прошли через масштабные изменения Хотя, может быть, он стал слишком знаменитым или чем-то еще Когда он сделал свое первое публичное выступление Были тихие слухи о том, что он проделал какую-то работу со своим лицом В качестве примера он не должен был принимать форму волка Чтобы перевернуть металл голыми руками Не говоря уже о том, что он мог бы также отрезать ману рыцарей И благодаря множеству новых пассивов, которые он приобрел Форма орка и гоблина также пользовалась увеличением власти наряду с его человеческой формой Примечательно, что синергия между формой гоблина и пассивными навыками Ликантропа была настолько хороша Что она заставила Сэджина серьезно подумать о том, чтобы серьезно выровнять свою форму гоблина Однако не все изменения можно было бы классифицировать просто как положительные Это было во время обучения Он внезапно испугался, наблюдая за паникой Эхерина после того, как он уничтожил ману буквальным ударом одного кулака Он испугался, задаваясь вопросом, сможет ли он подавить инстинкты Ликантропа, которые были такими же сильными, как сила, которую он только что продемонстрировал невольно Но казалось, что личность Сэджина изменилась тонко, без его возможности заметить это и такие вещи, как его заботы, были быстро забыты Спасибо за вашу усердную работу сегодня Он начал массировать плечи Эхерина, когда она сидела на полу тренировочной площадке, ее дыхание было поверхностным и тяжелым Это был первый раз, когда она вступила в физический контакт, ака близость с Сэджином Но так как она не чувствовала никакого скрытого мотива за его действиями, не говоря уже о том, что это было освежающе И Эхерин не оказывала никакого сопротивления О, да, с удовольствием Хотя она ответила так, Эхерин определенно почувствовала холодный взгляд, который стрелял в нее Ей не нужно было проверять, кто за ней стоит Ну что ж, мисс Эхерин, я ухожу Будьте осторожны в течение оставшейся части вашего обучения и, пожалуйста, рассмотрите процесс набора для новых членов общества Сэджин Ким Сэджин обратился ко всем нынешним членам общества Отдельно от скорого второго открытого набора он сказал им выбрать людей, которые могли бы служить их собственными прямыми подчиненными в обществе Да, сэр, сейчас я очень серьезно рассматриваю Эхерин ответила с энтузиазмом На самом деле уже было один или два человека, которые пытались подлизаться к ней, так или иначе услышав об этом Черт возьми, было несколько рыцарей с довольно хорошим фоном, которые спрашивали ее прямо, хочет ли она какую-либо новую часть оборудования Поскольку Эхерин ориентировалась больше на природу человека, такое поведение заставляло ее чувствовать себя немного горькой внутри Но все же она приняла это в результате того, что престиж ее общества поднялся так высоко Ах, верно Кстати, мастер гильдии, разве вы не запланировали набивание моей татуировки пару недель назад? Затем она вдруг вспомнила об этом Особые отношения, которые получили только члены монстра Волшебные татуировки, вещь, которая заставила почти всех других рыцарей и волшебников сходить с ума от зависти и ревности То, что некоторые люди критиковали как мошенничество, которое даже не требовало надлежащей тяжелой работы от его получателей Наконец, настала очередь Эхерина, после того, как другие уже получили удовольствие Конечно, вы не забыли, не так ли? Чтобы подняться выше Ю Сэджуна, Эхерин намеренно подошла к Сэджину кокетливыми шагами и начала слегка касаться его здесь и там Она слышала, как кто-то скрипел зубами, но Эхерин тоже слегка проигнорировала это Конечно, я не забыл Пожалуйста, приходите в следующую субботу Сэджин улыбнулся и ответил, затем вышел за пределы учебного заведения Не слишком долго после этого Ю Сэджу подошла к Эхерин в сердитой, топающей походке Умни, ты открыто объявляешь войну, Ю Сэджун? Ю Сэджун сузила глаза и впилась взглядом, но, эмэм, не знаю, что ты имеешь в виду И Эхерин просто ответила с легкой улыбкой Поскольку мы сегодня зацепили такого важного гостя, у меня такое чувство, что наши рейтинги взлетят до небес По телевизору можно было увидеть шоу текущих событий Его формат был довольно простым в исполнении, настолько, что в студии было всего несколько стульев с черным фоном Ведущий и гость просто поболтали по текущим темам горячих кнопок Но было бы неразумно отклонять это шоу из-за его простоты, так как в конце концов он был известен как лучший в своем роде в Республике Корея Люди хотят присоединиться к обществу номер один Сотрудники общества номер один хотят работать Кроме того, войдя в мир бизнеса с созданием корпорации Тэм, пожалуйста, поприветствуйте председателя общества «Монстр» господина Ким Сэджина Когда ведущий закончил свое вступительное слово, Сэджин в телевизионном экране склонил голову к камере «Как поживаете? Меня зовут Ким Сэджин Я должен сказать, я очень заинтригован Разве вы не отказывались появляться практически на каждом шоу? Почему вы так легко согласились на это?» Голос ведущего казался, по-видимому, наполненным до краев гордостью «Ну это... на самом деле причина проста Я был поклонником этого шоу некоторое время и, похоже, наше общество часто было в центре внимания средств массовой информации в последнее время Итак, я решил приехать сюда и пощекотать нервы аудитории Кроме того, это была самая важная часть Оказалось, что у вашего шоу есть самое короткое время записи по сравнению с другими Ким Сэджин Фактической причиной этого появления Сэджина было его собственное любопытство После того, как он превратился в Ликантропа, Сэджин потерял довольно много торможения в своей личности И теперь, имея большую свободу со своим временем, он довольно заинтересовался появлением на телешоу Так получилось, что этот позвонил ему раньше всех остальных «Ха-ха, у вас хорошие чувства юмора, сэр, правда, мы не занимаем много времени для записи» Шоу началось со смеха, и постепенно они перешли к другим темам Во-первых, они говорили о семейном прошлом Во-вторых, причина, по которой он основал монстр, а также его взрывной рост в последнее время В-третьих, очарование пластической хирургии И, наконец, даже то, что многие зрители, несомненно, интересовались сокровищем, созданным орком-кузнецом Ким Сэ-Джин на экране телевизора не проявлял ни минуты нервозности и плавно продолжал разговор Это был момент, когда навыки красноречия и приятные лица продемонстрировали свою истинную ценность Думать о себе подобным образом было немного Но правда в том, что сочетание его приятного голоса, отличного красноречия и красивого лица Увиденного на экране телевизора заставило его показаться нежным и прекрасным человеком Как бы укрепив это понятие, рейтинги шоу увеличились в два с половиной раза Реакция зрителей также была очень позитивной И после того, как он появился, его последователи в социальных сетях увеличились еще на 200 тысяч Если это было так много, то разве это не доказательство того, что все думают так же, как и он, а не о простом нарциссизме Мастер гильдии аукцион начнется через три часа Итак, поскольку Сэ-Джин глубоко погрузился в нарциссизм, которого не было Джо Хансун открыл дверь и вошел в комнату ожидания Он причесал волосы, чтобы выглядеть аккуратно и опрятно Но, как бы показав, как он нервничал, его пальцы заметно дрожали Какова нынешняя ситуация? Сэ-Джин, ха-ха, это не шутка, сыр Может быть это первый аукцион предмета сокровища в возрасте Но, несмотря на это, я слышал, что 10 вертолетов летают над аукционным домом Хюнгвала Пока мы говорим, по-видимому, было больше Но, похоже, из-за соображений безопасности они должны были быть посажены Джо Хансун изменил канал на телевидении, сказав, что Сэ-Джин должен сам убедиться Прямо сейчас это был субботний вечер Согласно регулярному графику, развлекательные программы должны быть на общественных каналах вещания Но почти все они освещали аукцион, проводимый в Хюнгвале В 8 часов вечера состоится аукцион потрясающей небесной работы, созданной кузнецом Орком Оружие, которое было единогласно оценено как подлинное сокровище 10 судьями из местных и международных кузнечных ассоциаций, теперь называется Аукционный дом Хюнгвал, увиденный на экране телевизора, выглядел действительно занятым По всей видимости, десятки тысяч обычных людей собирались вокруг окрестности острова Сибит, где находился аукционный дом И профессиональные телохранители неустанно работали, поскольку поток высокоценных лиц продолжал беспрепятственно входить в место проведения аукциона В самом деле, мы даже можем видеть, что главный рыцарь Великобритании, Артур Фонтер, тоже пришел Ранее мистер Фонтер выражал свою решимость получить это сокровище в своих сообщениях в социальных сетях, а также в интервью с различными корейскими СМИ Известно, что он послал многочисленные видеосообщения как председателю Ким Сэджину, так и Орку О, ой, там Мы просто заметили премьер-министра Японии господина Нараку, который вошел в место проведения аукциона Камеры снимали японского премьер-министра, входящего в место проведения аукциона, в спешке, как будто кто-то был занят его преследованием или чем-то еще Ким Сэджин издал глухой смешок Этот парень появился в конце концов, после всех этих разговоров о какой-то национальной гордости и о том, придет он или нет Я слышал, что премьер-министра Японии лично сопровождают 20 с лишним рыцарей И все они, предположительно, самые высокие уровни загрузки Я думаю, что японцы и их сильное желание приобрести товар сейчас находится на национальном уровне Независимо от того, насколько ценным было оборудование Если бы никто не мог его использовать, это было бы пустой тратой времени Кроме того, если рыцарь не станет его новым владельцем Существовала реальная опасность того, что меч станет частью так называемого будущего инвестиционного портфеля И где-то сгниет в каком-то тусклом освещенном хранилище Вот почему Сэджин поставил условия для покупки Единственными, кто имел право купить оружие, были рыцари И даже среди них те, кто не имел способности, были исключены из процесса через оценку Орка Действительно, Сэджин Да, сэр Но кроме того Вы должны быть готовы, сэр Джо Хансун снова пробежался по краям галстука, прежде чем глубоко вздохнуть Однако Ким Сэджин просто ждал, а его взгляд чередовался между его телефоном и Хансуном И примерно через три минуты SFX для вибрирующего мобильного телефона Его мобильный телефон начал жужжать О, ну, мне придется появиться немного позже Я имею в виду, наш товар это финал аукциона В любом случае Сэджин Оставив позади паникующего Джо Хансуна Сэджин поспешно зашевелил ногами Звонок был от Юбэксона Самое лучшее время для обмена конфиденциальной информацией было прямо сейчас Когда почти все агенты СО были назначены в качестве охранников места проведения аукциона Чувствуя себя ошеломленным, глаза Ким Сэджина сузились до щели Это абсолютно все, что я могу раскрыть Не более того, ну Юбэксон Юбэксон указала на манильский конверт со слегка непростым выражением Но это не было причиной того, что Сэджин в это время чувствовала себя подавленным Эй, какого черта? По-твоему, я похож на преступника? Хотя они были в доме Юбэксона Между ним и ней стояло толстое зеркальное стекло Которое можно было найти в комнате для посещения в тюрьме Нет, это было не совсем точно Поскольку в этих очках в комнате для посещения были воздушные отверстия Это место было запечатано настолько плотно Что они фактически разговаривали по своим мобильным телефонам Ничем не могу помочь В конце концов, твой запах лишает меня рассудка Фу В любом случае сначала проверь документы Сэджин был глубоко недоволен этой договоренностью Но, несмотря на это, он все равно взял конверт Содержание это результаты секретных процедур вскрытия, проводимых нами, национальным агентством полиции Я даже просмотрела последние доступные записи, чтобы убедиться Но это все, что есть Он медленно впитывал содержимое документов Не было много информации, всего три страницы Но он изо всех сил старался не пропустить ни одного письма И содержащаяся в нем информация была шокирующей для него, мягко говоря Ким Чжихек Жесток убит вампиром Ами Возвращаясь домой после выполнения своих обязанностей Его труп разорвали Случай теперь классифицируется как убийство Мотив которого подозревается в обиде после того, как кровь жертвы была найдена в основном нетронутой в теле Остальная информация была стерта Анализ содержания крови Ким Чжихека показывает, что только 88% из них основаны на человеке Один из его предков, как подозревают, не был человеком Джин Саджун Запрошен для программы защиты свидетелей из СИД Ее местонахождение просочилось, что привело к ее изнасилованию и убийству вампиром Ами Свидетельские показания указывают на то, что жертва была замечена, разговаривая с неизвестным мужчиной в течение значительного периода времени Содержание беседы, по-видимому, связано с ее сыном После восстановления влиятельного символа дома Батари на месте преступления главный подозреваемый теперь рассматривается как вампир из семьи Батари Вся информация удалена Что-то пыталось вырваться из его горла, и он даже не мог проглотить свою слюну Я уверена, что многое нужно предпринять Результат вскрытия показывает, что, хотя он был немного странным, твой отец был человеком В конце концов, это немного растянуто, чтобы называть 88% полуросликом или квотерлингом, верно? И так как твоя мать определенно была человеком, тебе не стоит беспокоиться о том, кто ты, ты тоже человек Юбексон тщательно продолжила Однако ни одно слово не могло войти в уши Саджина Он рылся в документах очень долго, его руки дрожали бесконтрольно, затем он остановился Его дыхание было прерывистым и тяжелым, Саджин уставился на Юбексона Его глаза были полны путаницы и ярости Разве нет другого способа узнать, что было удалено? Это должна быть самая важная информация из всех Да, ну это невозможно сейчас В конце концов, это предел моей нынешней должности Твоя должность, ты говоришь? Да, я говорила тебе Есть другие люди выше меня В таком случае, Ким Саджин крепко сжал кулак Он уже хорошо знал, что его родители убиты Но он просто понятия не имел, насколько невероятно плохи и мучительны были их последние моменты Он просто не мог сдержать это цунами, которое кипело в его сердце Настолько, что даже он начинал думать, что такой гнев необычен для него Вероятно, был побочный эффект от эволюции в Ликантропа Но сейчас Саджин не был в правильном настроении Чтобы подвергнуть сомнению его нынешнее состояние Эээй, подожди секунду Что ты пытаешься сделать? Сто Он ударил кулаком по стеклу Кваяхаянг Ультра жесткое усиленное стекло разбилось на куски И Юбексон посмотрела на результат, полностью закрыв глаза Ей было интересно, как можно легко пробить это стекло усиленной магией В таком случае, все, что нам нужно сделать, это переместить мисс Юбексон вверх по карьерной лестнице Да Саджин полностью оторвал надоедливое стекло А затем схватил за шиворот поспешно убегающую Юбексона Ейк, это совсем не просто Но кроме того, отпусти меня прямо сейчас Я могу отправить тебя прямо в тюрьму, если захочу, ты знаешь Пока, пожалуйста, помолчи Единственное, что наполняло голову Саджина Теперь, когда он потерял большую часть своих рассуждений Было самой чистой формой гнева Это просто Я поддержу тебя Для этого я накопил достаточную силу и влияние Его голос дрожал, когда слова текли Независимо от того, кто сидит над тобой Отталкивай его и занимай эту должность Тогда все будет разрешено таким образом Нежно поглаживая ее волосы, уголки его губ приподнимались фальшивой улыбкой Его карие глаза холодно блестели Достаточно, чтобы у человека пробежали мурашки по коже Юбексон бросила взгляд в эти глаза Ее тело тряслось само по себе Это был первый раз, когда этот белый тигр почувствовал себя таким Ощущение того, что она был жертвой перед истинным хищником Глава 88 В зале в вип-аукционного дома Хюнвала Собрались сотни важных фигур Они были теми людьми, которые занимали видные позиции в выбранной профессии Номинально, только рыцари могли потенциально приобрести оружие класса сокровища Но было немало людей, которые участвовали в качестве представителя других рыцарей Чтобы строить личные связи, а также расширять свои горизонты Вероятно, именно поэтому существовал такой разнообразный плавильный котел людей Которые игнорировали расу, национальность и виды в месте проведения аукциона Где рыцари, большие кадры из мира политики и торговли А также мегазнаменитости, подобных которым южнокорейцы никогда не видели раньше Были заняты в настоящее время Но все эти люди и женщины с большой славой искали В частности, местонахождение одного человека И этот человек был Ким Сэ Джин Почему он не приходит? Когда аукцион начался, обеспокоенная Ю Сэ Джин Сэ Джин неоднократно озиралась, спрашивая Джо Хансона По какой-то странной причине она, казалось, сжималась, как неудачник Что было совсем не похоже на ее обычной гордой и уверенной я Даже я не Ну, он сказал, что дойдет до финала Но он также сказал, что не ждать его Фу! Сэ Джин вздохнула Однако он был ближе к облегченному вздоху А не к обеспокоенному Честно говоря, она очень волновалась В настоящее время было слишком много эльфов и суинов типа лис Которые были известны во всем мире своей ослепительной, трансцендентной красотой Везде, где она смотрела в этом месте И они стали причиной того, что Ю Сэ Джин потеряла всю свою обычную уверенность Она считала, что по сравнению с этими женщинами у нее много недостатков Почему ее лицо должно быть таким угловатым И почему ее ноги были такими короткими Впервые в ее жизни она начала испытывать негодование по отношению к отцу Он обязательно придет, вот увидите Не беспокойтесь Джу Джихек Джу Джихек, все еще невежественный Пытался успокоить ее без необходимости Сэ Джун слегка кивнула Вытащила свой телефон и начала набирать текстовые сообщения Получателем был Сэ Джин Аппа Только его имя имело честь иметь рядом смайлик Среди сотен, сохраненных в ее списке контактов Аппа, мы очень хорошо позаботимся о проведении аукциона Поэтому, если что-то срочное произойдет Ты не должен заставлять себя приходить И так только она нажала отправить Наконец-то Мы начнем с последнего лота аукциона Которого вы так с нетерпением ждали Когда громкий голос ведущего окунулся на место проведения аукциона Шедевр орка кузнеца показал себя миру Сокровище, плотно обернутое в толстую вуаль Было перенесено в центр зала Коллективные звуки людей, проглотивших слюну эхом отозвались вокруг места Тот, который войдет в летопись истории Я представляю вам истинное сокровище Созданное блестящим кузнецом орком Меч Грамм На всякий случай, некоторые из вас, читатели, не знакомы с норвежской мифологией Грамм это название меча, которым владеет Сигурд Зигфрид Чтобы убить дракона Фафнера Гагли, твой друг Да В аукционном зале разразили хаос Когда выяснилось, что кузнец осмелился украсть имя легендарного артефакта Для своего собственного творчества По словам самого кузнеца Он старался изо всех сил скопировать легендарный Грамм как можно точнее В тот момент, когда ведущий снял завесу с меча Все сомнения и неудовлетворенность превратились в восхищение и изумление Некоторые рыцари больше не могли сидеть сложа руки и даже поднялись со своих мест Длинный, чисто белый мифриловый клинок Рукоять, сияющая изысканным золотистым оттенком Меч, который хвастался гладкой и аккуратной внешним видом Грамм отражал свет от места встречи до ослепительного уровня Теперь фирменный символ кузнеца орка Сложная резьба отсутствовала на его внешней стороне Что делало его немного простым Но все рыцари, собравшиеся здесь, инстинктивно знали Это действительно было одно из величайших сокровищ Которые мир еще не видел Итак, аукцион начнется с этого момента Стартовая ставка будет установлена в размере 4-5 млн долларов США Минимальное увеличение составит 100 тыс долларов Так же, как ведущий объявил об этом Вдруг вход в зал аукциона открылся И тот, кто появился из открытого проема Был, без сомнения, главным героем этого аукциона Сам Ким Сэджин Смущенный своим вмешательством Он быстро пошевелил ногами и направился к своему месту Конечно, люди просто так его не отпустят Каждый из них изо всех сил старался вовлечь Сэджина в разговор Так что начало аукциона пришлось отложить еще на 20 минут Финальный лот аукциона длился более двух часов Окончательная цена молотка была 165 млн долларов Независимо от того, насколько крутой была конкуренция Это действительно была смешная сумма Л. Святая корова Это как оперативный бюджет средней команды Формулы 1 На целый год, не меньше И счастливчиком был Орден рыцарей ворона Наконец, преуспевает в торгах за меч 165 млн долларов Неудобная предыстория Корейское правительство решает поддержать орден ворона Подавлен ли орден рассвет? Меч грамм Человек, который воссоздал легенду Кузнец Орк уже является одним из великих Это был орден рыцарей ворон, другими словами, республика Корея Учитывая, что это предмет класса сокровища Окончательная цена предложения была немного низкой Но этот результат был в пределах ожиданий Л. Эээээ Но вы только что написали, что это была смешная сумма Решите, мистер автор Если для иностранных предпринимателей Которые должны были раскупить этот меч То реальная сумма, которую они должны были бы заплатить в конце всего этого Была бы в 4-5 раз выше цены предложения Благодаря специальным тарифам Применимым к предметам класса люкс Специальный налог Который приписывает специальный закон Налог на добавленную стоимость и т.д. Чтобы не забыть Нужно было также рассмотреть Политику аукционного дома Хюнвал О том, что нужно платить всю сумму наличными И придерживаться строгого графика платежей Все те представители нации и ордена рыцарей Которые так надеялись Должны были вернуться домой, удовлетворившись тем Что они смогли лично увидеть меч класса сокровища своими глазами Многие международные СМИ выразили свое недовольство и сожаление В отношении того, что корейское правительство Открыто поддержало одного из них Критика была особенно суровой со стороны японцев Поскольку именно они предлагали цену до самого конца Тем не менее, даже тогда То, что доминировало в международных заголовках Было не неудовлетворенностью, а красивым внешним видом меча сокровище Это белоснежное лезвие и идеально сделанная рукоять И содержится в этом относительно простом внешнем виде Мощность, соответствующая его легендарному теске После того, как сердца каждого рыцаря трепетали Не имея ничего, кроме его названия и одной фотографии Грам легко занял позицию 30 го из 100 лучших существующих видов оружия Как проголосовал журнал Time А кузнец Орк был принят в ряды величайших кузнецов мира И тогда орден рыцарей Ворона решил присудить меч Грам Своему нынешнему мастеру ордена Ким Хенсику В качестве кредита сроком на 10 лет Церемония транслировалась в прямом эфире И вызвала настоящий ажиотаж среди населения В конце концов, это была своего рода победа Как для корейского правительства Поскольку они не позволили забрать свое сокровище Так и для кузнеца орка, слава которого теперь распространяется на весь мир Однако теперь, когда кузнец орк внезапно стал горячей темой разговора Начал распространяться странный и бессмысленный слух о его подлинной личности Где утверждалось, что Ким Сэ Джин был на самом деле орком все это время Пока весь корейский полуостров все еще грохотал от волнения аукциона Ким Сэ Джин должен был ответить на экстренную повестку от компании наемников Монстр Прежде чем он смог спуститься со всей этой эйфории Мы, наконец, наткнулись на информацию об отеле Где вампиры, о которых я упоминал ранее, остаются в настоящее время Ким Юсон С помощью 130 агентов разведки и 50 полевых агентов-аконаемников Компания Сэ Джина могла похвастаться лучшей сетью сбора информации Чем большинство подпольных организаций По количеству секретов, которые он знал в одиночку Он уже превзошел большинство СМИ Отель называется «Романтика рассвета» Мало того, что странные события, происходящие на верхних этажах здания Были четко замечены в системах безопасности Установленных в коридорах, были зафиксированы разгневанные голоса женщины И следы используемой магии Ким Юсон Тогда, кто именно там остановился? Мы подозреваем, что это Батари В это мгновение в глазах Сэ Джина мелькнуло намерение убить Его кулаки сжались Даже если это было внезапно, имя Батари уже глубоко укоренилось в его душе В конце концов, полицейские нашли символ Батари на месте преступления смерти его матери Наконец он нашел место, где прятались эти ублюдки Так это может быть неожиданно просто Нет, сэр, силы Батари слишком велики для того, чтобы мы что-либо делали в данный момент Ходят слухи, что глава семьи Батари обладает достаточной силой, чтобы сравнять гору с землей взмахом руки и окрасить небо в черный цвет Это означает, что даже без всякого преувеличения, эта добыча является невероятно мощным противником Ким Юсон Однако Ким Юсон положил конец мыслительному процессу Сэ Джина Я боролся против бесчисленных вампиров, поэтому я могу с уверенностью сказать Эта скрытая сила, накопленная в результате прохождения родословных вампиров, просто выходит за рамки нашего воображения Ким Юсон То, что говорил Ким Юсон, заключалось в том, что они должны быть довольны тем, что знают, где находятся вампиры, и ждать подходящей возможности Ублюдок действительно такой сильный? Да Вполне возможно, что только одна глава семьи может равняться одному ордену рыцарей В конце концов, это те существа, которые пожертвовали лидером своей собственной расы в стремлении к власти Л, я понятия не имею, откуда это Я буквально перешел черту Ким Сэ Джин мог лишь кивать головой, так как это было взвешенное мнение ветерана, который сражался против вампиров больше половины своей жизни Фу, тогда давайте просто отправимся в подвал О, верно Вы обеспечили безопасность всех точек доступа? Конечно, сэр Давайте поторопимся Дети так выросли в последнее время Сэ Джин в настоящее время находился в его форме гоблина Однако его нынешнее местоположение было немного необычным Это было не обычное поле монстр, а подвал, расположенный ниже основания общества монстр Около трех недель назад Сэ Джин приказал Ким Юсону открыть помещение в подвале Конечно, поскольку цель этого пространства не была чем-то, что можно было бы объяснить общественности, даже члены его общества должны были быть в неведении Для этой подвальной зоны было множество применений, но самым известным из них была деревня гоблинов На данный момент монстры, известные как гоблины, столкнулись с вымиранием в Корее Единственная причина, по которой такие слабые монстры смогли выжить в первую очередь, состояла в том, что они образовали большие стаи Но затем произошло искажение земной коры, и эти существа оказались отделенными друг от друга Итак, Сэ Джин начал брать тех гоблинов, которым некуда было идти, и также, как его действия как орка-героя, он решил позаботиться и о этих тварях Кроме того, в отличие от тех орков, которые были хороши только для борьбы, гоблины имели гораздо большую ценность Ну, в конце концов, старая поговорка гоблины более искусны, чем люди не появилась из ниоткуда Прежде всего, если бы эти монстры позаботились о создании зелий, тогда ему не пришлось бы тратить свое драгоценное время на это И что касается их колдовства, потенциальное применение для них было слишком многочисленным, чтобы рассчитывать Это было до тех пор, пока они выровнялись должным образом, конечно, мило Они довольно послушны, не так ли? Эти существа довольно быстро соображали Они были трудолюбивыми и легко обучаемы Ну, он немного угрожал им, пока был в форме ликантропа, так что это было Но все же они проявили неожиданную лояльность и честность Продолжайте делать эти зелья, как я показал вам, поняли И колдовские гоблины продолжат ваши исследования Ким Сэджин накричал на гоблинов Они ответили со своими криками к кяха-кха Это из-за хороших пособий по социальному обеспечению Они неожиданно работают так усердно, сказал Ким Юсон с улыбкой на лице Хотя было странно говорить пособие по социальному обеспечению для монстров На самом деле это происходило прямо здесь Гоблины, живущие в этом месте, были благословлены гуманными жилыми помещениями И получали чистую пищу и питьевую воду три раза в день Еда была остатками из столовой общества Ну, кроме того, как идет сбор информации Возвращаясь к внешнему виду человека Прежде чем кто-нибудь это заметил Сэджин спросил Ким Юсона Сэр, кажется, что непосредственным начальником мисс Юбексон Является министр, ответственный за бюро по делам монстров Ким Хан Сэл Поскольку он служил в качестве бывшего начальника национальной полиции Его боевое мастерство значительно И у него также много личных связей Таких как члены парламента Исполнительный директор корпорации Рассвет и Т.Д Он типичный, амбициозный, целеустремленный человек Да неужели Ким Сэджин впал в...